Мы рады приветствовать всех вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегеты. Как вы знаете, мы беседуем с духовниками, с пастырями, с архипастырями, с теми людьми, которые имели опыт общения с подвижниками благочестия нашего времени, фактически со святыми наших дней, со старцами, известными и неизвестными. И вот, как вы знаете, мы уже беседовали с владыкой Петеримом. Владыка Петерим, он епископ Скопинский и Шацкий. И какое-то время Владыка был ректором Московской Духовной Академии. А вот еще был такой очень значимый период, когда Владыка Петерим его назначили. И это как раз вот со вступлением как раз вот в епископское служение Владыку назначили быть предстоятелем фактически Церкви Русской Православной Церкви в Таджикистане. И я вот всегда воспринимал, Владыка, вот прямо скажу, что это очень какая-то вот страна такая где-то вот загадочная, да, в каком-то смысле, может быть, не очень к нам расположенная. И во всяком случае сугубо мусульманская. Поэтому русскому человеку там, ну, я вот так считал, что это вот очень тяжело. И вот могли бы вы поделиться вообще своими впечатлениями, да, и как вообще проходило ваше епископское служение в Таджикистане? С чем вы сталкивались? Возможно ли была какая-то вот миссионерская деятельность? Для нас важен именно ваш личный опыт служения в Таджикистане. Благодарю отецу Валерию за то, что вас это интересует. И этот опыт, он, конечно, уникальный, про который вы говорите. Но я бы хотел начать с того, как все это происходило. Вот мы сейчас находимся, это мой дом. Я сам родился в Сергиевом Посаде. Я уже про это говорил в предыдущей нашей передаче. И когда я был референтом владыки ректора, владыки Евгения нашего, нынешнего эстонского митрополита, я как раз находился здесь у себя дома. И вдруг мне звонит владыка и говорит, срочно приходи. Но я думал, что опять по какому-то вопросу срочно нужно написать какую-то бумагу или письмо или еще что-то. А и прибежал к нему в таком виде, что он, знаете, не поустал. В общем, я часто к нему приходил. То есть не в рясе и при кресте, как обычно, как-то в таком, в обычном, в рабочем, что называется, в рабочей форме. И вдруг прихожу, и у меня владыка первый раз в жизни делает замечания. А почему ты так одет? Он больше мне таких замечаний не делал. Смотрю, у него сидит владыка, митрополит какой-то. Я тогда еще не знал, что это владыка Викентий. Я думаю, что-то такое здесь заворачивается необычное, нестандартное. Но он говорит, хорошо, садись, рассказывай. Я говорю, что рассказывать? Все рассказывай, всю свою жизнь, с самого начала. Но я начал как-то рассказывать, как обычно, как в анкетах пишем мы. А ночью потом как-то они вдвоем так от него улыбнулись. Ну и говорят, короче, мы тебя вызвали. Нужен, говорит, епископ в Среднюю Азию. Или в Туркменистан, или в Таджикистан. И как-то, знаете, сразу сработало воспоминание как раз про армию. Где я мог видеть таджиков или туркменов? Только в армии. И стал вспоминать, какие туркмены и какие таджики. Ну и какие вообще у нас там были представители Средней Азии или Кавказы. И я понял, что таджики и среди всех этих национальностей мне были ближе всего в армии. И больше всех они мне нравились. Какой-то своей простотой, открытостью и дружелюбностью. У меня из моих сослуживцев даже друзья были среди таджиков. Но я говорю, ну мне вообще-то ближе всего Таджикистан. Но настолько это неожиданно предложение быть епископом. Я про это вообще не думал. То я спрашивал своего духовника. А духовник у меня отец Илья Рейзмер Лаврский. Духовник. Я к нему пошел в этот же, по-моему, вечер на вечернее богослужение. Он стоит у жертвенника, внимает частички. Я ему говорю, батюшка, благословите. У меня к вам есть дело. Мне предлагают быть епископом. Я говорю, не знаю, как мне соглашаться или нет. Он так. Если откажешься, тебя Бог накажет. Потом повернулся ко всем отцам, которые в алтаре. Мне тоже предлагали епископство. Я отказался. И улыбается. Как хочешь, так и думай. Я, конечно, согласился. Я не дерзнул отказаться. Причем это было где-то, наверное, в июне месяце. Про то, что я рассказываю. Потом была встреча со святейшим на преподобного Сергия. 17 июля под праздник. После всеношного бдения. Тоже интересно было. Я сидел когда в покоях, в патриарших, в Троицерии, в Лавре. Тоже, опять-таки, какие-то меня все равно сомнения-то одолевают. Но я как-то ответственно и страшно. А там картина в этих покоях. Преподобный Сергий отказывается от епископства. Ну, потом, в общем, беседа прошла с патриархом на одном дыхании. Просто прям, во-первых, недолго. И мы прям с ним поднимали друг друг с полуслова. Все, как-то я хорошее впечатление, наверное, произвел. И потом был сенот в Киеве. Как раз под равнопостным князем Владимиром до 27-го, где-то, по-моему, июля. Перед службой князя Владимиру. Обычно уже пошли такие формальности. И вот, причем, Владыка Викентий, как-то, вплоть до таким дерзновидением, что он, наверное, член Синода, он потребовал, что из всех тех ставленников на епископство, которые были на этом Синоде 27-го июля, чтобы меня первую руку положили. А что это значит? Что через несколько дней мне нужно было, чтобы у меня все было готово. А не несколько дней, это 1 августа. Это память преподобного Серафима Саровского. И вот я эти 5 дней, сколько там осталось, я не спал практически. Во-первых, от волнения, от переживаний, от того, что нужно много было чего успеть. Здесь медсестра очень помогла. В общем, конечно, мы все успели. Была Хиротония в Дивеево. А Владыка Викентий, он очень энергичный. Он мне очень напомнил сразу же моего батюшку отца Гавриила. Потом, как выяснилось, они учились в одно время в Московской духовной семинарии. Они друг друга даже знали, он его тоже помнил. И что делает Владыка Викентий? Вот мы еще на трапезе после Хиротонии в Дивеево сидим. Патриарх, причем, уехал куда-то, ему еще что-то нужно было освещать. Он благословил, по-моему, трапезу и быстро уехал. И Владыка трапеза еще не кончилась, еще где-то она в середине. Говорит, так, все, поехали, у нас уже самолет, мы сегодня летим уже в Душанбе. Нам нужно уже в Москве быть. В общем, он меня из-за стола буквально выдергивает. Мы с ним садимся на машину, едем в Москву, садимся на самолет в Душанбе. Причем удивительно, там много было всяких сумок, какого-то груза. То есть все это, потом мне это все тоже предстояло, всей семье, сколько я там был, все на себе таскать. Огромный перегруз, какие-то баулы. А тут мы с Владыкой, митрополит, член Синода, глава Среднеазиатского митрополитического округа, на себе тащит эти сумки. И я тоже. Вот мы с ним, как вот эти мешочники, с этими баулами садимся в самолет, и я прилетаю уже под утро в Душанбе. И я знакомлюсь с паствой 2 августа. До этого же там не было вообще епархии, епископов? Ну да, епархия образовалась в 2011 году, и ей управлял сам владыка Викентий. То есть как бы временно управляющий был, а до этого не было. И поэтому местные верующие, они не привыкли к епископу. Для них это было какой-то экзотикой. И даже, знаете, какой был случай, когда там была война, тогда митрополитом ташкентским был владыка Владимир, который сейчас омский. И вот он во время войны туда не смог, не мог приехать к ним, по причине того, что там, ну, как бы сказала, граница закрыта. Вот несколько лет там его не было. И вот он после войны, когда первый раз приехал, его с такой любовью, со слезами встречала пастова, что он сам просто расплакался, попросил прощения, и говорит, я говорю, извиняюсь перед вами, что я так долго у вас не был, что я вас так долго не посещал. Я обещаю, что теперь я буду регулярно к вам сюда ездить, буду вас посещать. И вот с того времени, где-то уже конец 90-х, начало нулевых, владыка Владимир стал ездить, потом владыка Викентий. Владыка Викентий очень часто ездил. Вот за этот год, сколько он там был. То есть он посетил все храмы, причем неоднократно. Он такой был очень энергичный. И так же сразу меня взял в оборот. Владыка очень энергичный. Он хоть и не молодой уже, но за ним юноши не успевают. Я гораздо моложе его, Владыке, особенно тогда, мне было 45 лет, а Владыке где-то около 60. Я за ним не поспевал, у меня сил не хватало угнаться за Владыкой Викентием. И он что делает? Вот все эти 40 дней, пока у меня архиерейская хиротония, мы служили каждый день в разных храмах всего среднеазиатского митрополитического округа. То есть и Таджикистан по всем храмам мы проехали с ним, и потом Узбекистан, и Киргизм. Только что в Туркмении мы не могли попасть, потому что там визовый режим, туда не так просто попасть. А так мы везде побывали, все 40 дней я где-то служил. Причем там же жара просто жуткая. И я причем как-то, да, понимал, что мне это предстоит, но я не знал, что это такое. Потому что уже буквально 9 августа на память великомученика Пантелеймона мы служили в Ташкенте, с ладыкой Викентией. Была служба престольная. У них там один из пределов, их собор кафедрального, освящен в честь великомученика Пантелеймона. Престольная служба, то есть со всеми, со всеми, со всеми вот этими вот наворотами своими. А у меня облачений нет. У меня облачений какое? Которое у меня руку положили, белое. Других у меня облачений нет. А тут надо бордовое или красное какое-то, мученическое. И вот в прямом и переносном смысле в 50-ти градусную жару мне достают облачение какое-то, которое у ладыки там было, лишнее, из клеенки бархатное на клеенчатой основе. И вот в это облачение меня упаковывают. И вот идет служба. Я умираю, то есть просто в буквальном смысле. То есть дома господи мне только дотерпеть до конца. Потом идет крестный ход, коропят водой. Я прошу и поди кону, чтобы мне из конца дали попить водички. Вот только иду и пью из этого ведра. Потом уже сам черпаю, потому что невыносимо тяжело. Вот, проходим с крестным ходом. Потом проповедь. Малдыка говорит долгие проповеди. Это бывает минут 40, а то и больше. Вот. И я уже во время проповеди, я понимаю, у меня-то черные точки перед глазами. Все, у меня, я сейчас потеряю сознание. Я говорю, мол, так я пошел. Все. Я ухожу просто, мне там, что с вами случилось? Я говорю, мне плохо. Я говорю, снимаете с меня эти ризы, мученические. Вот они меня как-то разоблачили. Я как-то сел, передохнул. А Вдык еще где-то полчаса говорил проповедь. Вот. То есть он такой очень стойкий. И я на него удивлялся. Ему он даже не потеет. То есть вот настолько он уже к этой жаре привык, как он такой какой-то сухой, вот, Владыка, что вот, ну, просто потрясающе. Как будто это вот не человек, а ангел во плоти. Вот. Потом, да, потом, конечно, уже вот, когда я оказался у себя в Душанбе, я понял, что это что-то мне очень близкое и близкое и родное. У меня были в жизни периоды, когда я жил вне Родины. И у меня была жуткая ностальгия. Вот я когда жил на Святой Земле семь месяцев, я даже убрал все фотографии строить Сергиевые лавры, чтобы мне их не видеть. Потому что как только я смотрел, у меня прям сердце сжималось, кровью обливалось. Мне хотелось домой, мне хотелось сюда, в Сергиевых посад. А здесь не было ничего подобного. Мне вообще не тянуло сюда. То есть вот у меня прям вот это вот моя Родина, и вот это моя паства, и вот это, конечно, удивительное таинство. Ты вот чувствуешь на себе, что с тобой произошло действительно величайшее таинство. Во-первых, то, что касается богослужения. Вот самое трудное для меня было быть дьяконом, учиться дьяконству. Я очень много делал ошибок и никак не мог запомнить какие-то элементарные простые вещи. Дьяконству труднее всего учился. Священству уже было легче. Но священству я очень переживал. Переживал, как бы мне что-то не уронить, как бы мне что-то вот не перепутать. И вот если вдруг я ошибся, а правильно совершилось ли это вот таинство. Все время были какие-то страхи. В новом месте где-то служить. Или, не дай бог, там придет какой-то епископ или патриарх. Это же вообще кошмар какой-то. Вот такие у меня были все время страхи. Как только вот это епископское хиротоние, ой, я вообще ничего не боюсь. Я стал бесстрашным. И вообще все эти страхи прошли. Я исцелился. У меня все время было это малодушие какое-то. Именно то, что касается почему-то службы, богослужения. Может, от излишнего благоговения. Бывает тоже такое. А здесь вообще вот этого нет. Я научился архиеристу. Просто, вы знаете, это, конечно, заслуга владыки Викентия. То есть он действительно архиерей, который каждый день совершает службу. Каждый день. За редким-редким исключением. Но это вообще, конечно, уникальное что-то. И вот эта его благодать, этот его опыт, он мне передался. Как будто я не учился быть архиереем богослуженным. Все, как будто я им родился. Я даже не понял. У меня не было такого, что у меня что-то трудное, что как-то это сложно. Все просто пошло у меня как помаз, как будто это не я. И еще очень важный момент стали происходить. Я вдруг стал понимать, что я знаю какие-то вещи, которые я никогда не знал. Когда меня спрашивают, я знаю, что ответить. Причем уверенно знаю. Я знаю, кому что благословить и как благословить. У меня раньше такого не было. Я все время сомневался. Я был как-то, мне кажется, что это неправильно. Что-то как-то я молился все время. Господи, как мне? А тут вообще-то все. Вот это надо сделать так, это надо сделать так, это надо сделать так. Ты вот это делаешь, ты вот это делаешь, ты вот это делаешь. То есть таинство, оно все-таки производит изменение. Оно прямо вот, и ты понимаешь, что это как будто не я, как будто меня подменили. И то есть мне дали эти дары, а это вообще не мое. И я прекрасно понимаю, потому что до этого у меня этого абсолютно не было. И вот это было тоже очень интересно. И, конечно, очень интересно то, что твоя первая паства. Это как первая любовь. Оно, по идее, по канонам-то и должно так быть. Ты должна быть первой и последней. То есть ты вот повенчался с этой своей невестой. То есть паства – это невеста, архиерей – это жених по образу Христа и Церкви. И все. То есть у тебя не должно быть никаких других больше уже жен. После этого. Тут вот твоя первая жена. Вот у меня такая была вот жена душанбинская. Она у меня до сих пор это осталась. Это любовь, это тоска по душанбе, по своей той первой пасте. Я действительно до сих пор ее люблю. Вот этой первой своей любовью. И все время молюсь и поминаю. То есть все время возвращаюсь, каждый день по-много раз, я возвращаюсь в душанбе в Таджикистан. Сначала мне казалось, что это может пройдет. Особенно первые. Первые были очень острые вот эти ощущения. Вот там была ностальгия, но уже по Таджикистану. Удивительно, что в Таджикистане ностальгии по России или по Сергию Посаду у меня не было по лавре. А сейчас у меня здесь вот в лавре, когда я был или там вот сейчас вот в Скопине, я постоянно тоскую по Таджикистану. Вот это вот очень сильное чувство. И оно такое тоже какое-то мистическое. Ну и конечно, когда я туда приехал, правильно, там не было ничего. То есть там вообще ничего не было. Я не знал, с чего начать. Там достаточно большая территория. Там один храм всего в душанбе, собственно. Православный храм, он уже и собор. Никольский храм, Святый Никольский. Там где-то гектар, 1,2 гектара земли. Вот это достаточно большой кусок для душанбе. И вокруг него, вокруг этого храма, полуторамиллионное русское кладбище. Бесконечное, необъятное. Это, вы знаете, в холмах огромное-огромное-огромное количество могил наших с вами предков православных. Потому что это советское время, столько там было похоронено, как там образовалось. Ну еще и в царское время, конечно, царское не так много, потому что столицей Таджикистан стал только где-то в 1923-м или 1924-м году, где-то в это время. А до этого был просто кишлак. Душанбе. Душанбе это понедельник, в переводе с таджикского. Потому что по воскресеньям, в нашем, если смотреть к календарю, была большая ярмарка в Гесаре, в Гесарской долине, город такой есть. А то, что не продали в Гесаре, в этой большой ярмарке, древний город Гесар, там продавали в этом небольшом или большом кишлаке, который назывался Душанбе. По понедельникам он назывался, поэтому Душанбе. И вот советское руководство решило именно Душанбе сделать столицей Таджикистана. И начинается там строительство. Причем работали над этим самые лучшие архитекторы ленинградские. Архитектура замечательная, очень продуманная. И в то же время все истинноустойчивые. Высотных зданий там не было. Но подвалы были такие, что их отомные бомбы не взорвешь. И вот уже на моей памяти стали это все рушить. Все это рушить и строить, как по образу Дубая, многоэтажки вот такие. И, конечно, и наша русская диаспора, которая там очень мало осталась. Но в основном таджикская интеллигенция. Это даджикистанская интеллигенция. Они очень возмущались. Просто у них сердце кровью обливалось и обливается. Когда они видят, что вот эти уникальные здания советского периода, эту архитектуру, которых там и так нет. Там же ничего не сохранилось. Там мало что сохранилось. То есть там не было ничего до советского времени. И вот так вот ее как бы разрушать, для того, чтобы строить какие-то современные, вот эти похожие друг на друга здания. Ну, да, может, они красивые, блестящие, стекла и бетона, с какими-то восточными узорами. Но все-таки же одно другому бы не мешало. Нужно сохранять вот это вот, то, что было. Гафор Ашурович, там Шерматов есть, такой историк военный, замечательный местный и ученый, и военный он. Вот у него очень много публикаций, так и написаны просто буквально кровью и слезами, по поводу того, как разрушается вот эта душанбе, советская душанбе. Но это мы немножко в сторону отошли. Да, Владыка, ну вот мне такая мысль пришла. Получается, что в каком-то смысле вы на себе ощутили, вот как, может быть, в древние времена, когда вот епископы куда-то направляли, да, еще епархии не были утвержденные, ну, в какой-то народ. Пусть там были какие-то христиане, потому что вначале же через миссионеров появлялись родственники христианства, а потом уже утверждались епархии. И вы вот в каком-то смысле повторили опыт одних из ранних христианских епископов, которые приезжают туда, где попадали уже родственники христианской веры, но не было епархии. И вот как вас встречали люди, да, как у вас складывали взаимоотношения, и вообще вот каково это, создавать епархию? Вот, да, вот это очень, очень точно вы отметили, отец Валерий, да, что там ощущение было какой-то первоапостольской какой-то проповеди и служения. Я много раз себя на этом ловил, то, что у меня здесь нету у нас в России. Вот сейчас у меня уже тоже есть опыт уже. Здесь российский опыт, да, архиерейства уже на кафедре, которая до меня была образована. Ну и вообще в России, где уже более тысячи лет существует православие, существует в том или ином виде епархии, да. А тут ты как будто апостол. Я иногда себя прям ощущал тоже, вот когда читаешь апостола Павла, его вот эти миссионерские труды, ты понимаешь, что это написано про меня. Особенно про трех, когда, откуда скорби. Скорби от лжебратьев, скорби от чужих, скорби от своих. Вот это нам тоже пришлось все испытать. Там были вот такие скорби, особенно поначалу, что вот если бы я знал, что меня ждет, то я бы просто ползал бы на коленях перед патриархом, умоляя его, чтобы меня не делали епископы, чтобы меня не отправляли в Таджикистан. Но с другой стороны, опять же, вот сейчас, спустя какое-то время, то есть я бы согласился. То есть вот такой же противоречий какой-то некоторые есть в этом, да, потому что и благодать была такая, что такой, где я больше нигде тоже не чувствовал, этой благодати. То есть помощь Божья была такая, причем к нам, когда приходили люди из России, или из других, из европейских стран, христиане наши, русские в основном, они говорят, у вас здесь благодать первых веков. Я говорю, откуда вы знаете, какая была благодать, говорю, в первых веков. То есть они тоже чувствовали какую-то необыкновенную благодать и какую-то отличную от той, которую они ощущали там на святой земле или на каких-то других местах. Вот там тоже вот это какая-то легкость служения и в то же время трудность совершения этого служения. В каком смысле? Я когда туда пришел, там нигде не было ни одной церкви, где бы совершалась каждый день божественная литургия во всем Таджикистане. А там всего у нас шесть храмов. Шесть храмов, всего шесть приходов. Вот один военный храм. Ну, два, полтора, можно рассказать. Там один, который храм часовни, который постоянно действует, а другой в Нуреке, там редко не приезжаешь, там уж раз в месяц, раз в два месяца. И вот этих вот, то есть, считай, ну, никого нету, да? Очень маленькое количество храмов. В Душамбе один вообще храм. Вот. И все было направлено, вся вражья сила на то, чтобы служба там каждый день, литургия не совершалась. То есть, вот я видел, как просто вот свидетелей, у нас много было, как враг нападает на людей, которые участвуют в совершении богослужения. Это хор. Это священнослужители. То есть, делалось так, чтобы не было ни хора, ни священников. Ну, про диакону там я уже не говорю. Чтобы не было никого. Чтобы те, кто осуществляет богослужение, чтобы их никого не было. Невозможно было даже найти человек, который бы в храме убирался. То есть, вообще, то есть, где угодно. То есть, при всем, при том, что работы в Таджикистане нет, мы не могли найти сотрудников именно для храма. Вот кого угодно можно было найти. А для храма, то, кто отвечает за службу, самое было тяжелое положение с хором. Приходилось даже петь, то есть, даже мне приходилось петь, хотя я не умею вообще петь. Или как-то стоять вот над тем человеком, который тоже не умеет петь, и говорить ему, что петь, потому что он устава не знает. Вот такие были моменты. И просто физически бесы выгонял людей. Вот у меня была одна инокиня, со мной приехали из Ходьковского монастыря, где я, кстати, служил, когда был священником, еще когда в академии был. Вот я попросил у матушки Олимпиады себе в помощь, причем через патриарха, все как положено, потому что там никого нет, каких-то помощниц. Вот, мне дали двух инокинь. Вот. И одна певчая была, которая прекрасно знала устав, все вот разбиралась, просто вот замечательно во всем, вот все как на ней держалась. Так ей без... Чего я? Прямо она слышит голос. Уходи отсюда. Собирай вещи и уходи отсюда. Она собирает вещи, идет до ворот нашего храма, и там теряет сознание. Возвращается опять домой. Вот в келью к себе. Ей опять. Уходи отсюда. Так три раза. Потом она ко мне в страхе прибегать, вот такой со мной владыка была. Я говорю, ты понимаешь? Говорю, что это? Понимаю. Я, говорит, боюсь. Я говорю, зачем уходишь? Зачем, говорю, уходишь? Зачем ты слушаешься? Потому что три раза тебе было. Говорю, оставайся здесь, все, и служи. Вот, говорит. Ну, короче, короче, кончилось с тем, что все она ушла. Ушла, она и ушли все. То есть ушли все, все мои помощники. Все, которых я прибегаю. По-хорошему, по-плохому, как угодно. То есть все сбежали. Причем я понимал, что вот сейчас вот теперь на нее бес, на него бес, уже это самое, насел. И человек начинает выкручивать, то есть он уже тебя не слушается. То есть если бы они слушали все, что я говорю, вот я же говорю, да, что я вдруг начал понимать, что нужно делать. Я ему говорю, делать это, это и это. И они все делали все наоборот. Это был какой-то кошмар. Я говорю, ну вот, понимаете, если бы вы делали, вот вы слушали, что я говорю, у нас бы мы здесь как в раю бы жили, у нас бы все бы как по маслу ушло. Но что же вы вообще делаете все, как вот... Я бы, знаете, что уже начал под конец делать? Я специально говорю так, чтобы, например, они хотят провести какое-то мероприятие, концерт, например, Рождество. Я говорю, я запрещаю вам это делать. Вот я никакого, чтобы Рождество, чтобы ничего не было. И они не назло начинают по-всякому сделать шикарный концерт. Но когда я начинаю их просить, сделайте вот это, сделайте это, нет, и начинается. Понимаете, вот и это, и это начинается набивать себе цену, и как бы, и в конце концов, все просто срывалось даже. Даже было так, что какой-то конкурс в воскресную школу, там еще вот наша воскресная школа, которая Душанбинска должна быть самой лучшей. И вдруг так закручивает человека, который этим занимается, что он просто это самое, срывает, я считаю, всю постановку. Когда надо выступать, его нет. И они выступают, правда, без него там или без нее. Вот так вот было. И это было на каждом шагу. То есть и нападки были, конечно, ужасные, чудовищные. И потом был такой момент, когда уже, вот я тут же вспомнил, когда от спасителей все отошли, ученики. И вы хотите от меня отойти, помните, да, когда это сам, беседа про хлеб с небесе. И вот у меня тоже было такое, когда все меня оставили. Когда вообще я опускаю руки, все, я думаю, что я здесь делаю. Думаю, я здесь никому не нужен. Все меня как бы предали, все меня, это самое, все сбежали. Вот. И в таком унынии уже как-то прихожу, смотрю им почту, как я обычно просматриваю почту. А я до этого выступал на радио «Вера» и по радио «Радони», что уже какие-то статьи писал на «Православьеру», что я хочу там построить Духовно-Простейский Центр, что как бы нужно заниматься просвещением. Вот. И какие-то статьи у меня выходило. И вдруг я смотрю в почте у себя, незнакомый человек мне пишет, «Владыка, вот я смотрел ваши передачи с вами, я читал ваши статьи, мне очень понравилось». Незнакомый человек, вы хотите построить Духовно-Простейский Центр, я вам хочу пожертвовать сумму на Духовно-Простейский Центр. Кажется, так у меня появился очень мой самый такой преданный до сих пор, очень хороший благодетель. Мы построили Духовно-Простейский Центр, то есть мы прям построили замечательное здание, шикарное здание. И потом мне удалось договориться с Минфином, тоже это чудо было. Я попал к замминистра финансов, чтобы это здание оборудовали самым лучшим школьным оборудованием, какое только вот есть, по-моему, в Москве. Там одних микроскопов лазерных, пять видов. И это здание сейчас оборудовали. И у меня была какая-то идея. То есть я понимал, что напрямую в Таджикистане заниматься миссией нельзя, это запрещено законодательством. Но и сами местные жители, они, конечно, не будут становиться христианами. Да, они приходили к нам в храм, они молились иконам, молились нашим святым, что у них запрещено. Им была помощь быстрее, чем нашим прихожанам. Потом я и про это тоже поговорю, на этом особо остановимся. Но крещение они практически никто не принимал. За редким исключением, просто по пальцам одной руки можно не пересчитать, сколько там человек захотели креститься. И такая ситуация, то есть это обычный для всех этих регионов. Если мы посмотрим статистику дореволюционную, если я не совру, за 50 лет существования России в Средней Азии, начиная с середины XIX века, по 1908, по-моему, восьмой год эта статистика, то есть 50 лет. За 50 лет покрестилась, приняла крещение. 18 сартов, это узбеков. Там где, по-моему, 13 туркменов. Не помню, сколько киргизов, тоже где-то около 9. И один перс, то есть таджик. Один таджик всего за 50 лет. Вот это такая вот статистика была. В наше время, конечно, она получше, эта статистика. Но тенденции понятны. То есть они не будут принимать крещение, пока они там живут, в своей общине, пока у них есть соседи, которые будут их осуждать, и которые даже травлю просто им устроят. Убить не убьют. То есть за это сейчас не убивают. Раньше, может быть, где-то в Средние века. А сейчас нет. Но сейчас будет, конечно, травлю. Ты будешь изгоем. Это самое. И поэтому, как действовала наша, даже царская еще Россия, открывали в таких регионах туземные школы. Так действовали в Средней Азии, в том числе в Ташкенте были туземные школы. И вообще на территории современного Узбекистана, Казахстана. Так действовали на Святой Земле. В Вифлееме, например, тоже открывались школы для арабов. И приобщались местные жители к русской культуре. А русская культура, она же православная по своей природе. И таким образом, как бы вот так вот не опосредованно, местные жители, туземцы, туземные школы эти, они приобщались к православной культуре, узнавали про православие. И из них уже можно было крестить. Они уже были подготовлены. То есть нельзя вот так вот в лоб. У них действительно это разрыв чувствуется. Даже у советских таджиков, которые вроде 70 лет, а даже до этого еще больше 50 лет еще в царской России, были погружены в эту культуру. И то чувствуется вот это вот культурное различие. Это культурная какая-то пропасть между нами, которая сейчас увеличивается. После того, как распался Советский Союз. Поэтому да, обязательно нас сначала приобщать к культуре. У меня была такая идея открыть русско-славяно-персидскую школу, чтобы те ученики наши собрать, во-первых, всех-всех-всех русских, которые остались, всех русских детей в этой школе на территории церкви, вот в этом, который мы построили, оборудовали. Взять туда таджиков, например, ну не так, как сейчас учатся там у русских классов, да, 90% таджиков и 10% русских. Это еще хорошо, если 10% русских. Причем дети таджикские, они уже русским не владеют. Ну и что в этом классе, когда у тебя они по-русски не говорят? Наши русские, ну какого будут уровня? Наши русские тоже. Но наши русские хоть научаются таджикскому языку, да? То есть оно, уровень образования очень низкий. Так и мало того, еще в эти русские классы, в эти русские школы не попасть русскому человеку. Там все за деньги. Там все за деньги. А у наших денег нет, наши бедные очень. Наши беднее, чем таджики там живут. И вот я хотел одну русскую школу открыть, Причем, поскольку дети билингвы, то есть наши дети даже русские, они говорят и на таджикском языке уже свободно, и на русском. И вот это вот используют. То есть они могут выучить фарси очень легко. А учителей фарси можно там брать не простых, каких-то школьных учителей, а доктора наук. Доктора наук, там есть высококлассные специалисты, которые будут их... Они на самом высочайшем уровне могут научить и фарси, и литературе персидской. Там тебе и Фердусь, и Руми, и Рудаки, и все. То есть в этом оригинале можно читать, в оригинале. Понимаете, вот такая была идея. И потом эти наши выпускники будут поступать куда угодно, здесь даже в России, в Институт восточных языков, становятся специалистами. То есть это вот такая была замечательная идея. Но осуществиться она не могла постольку, поскольку там все делается с разрешением президента. Выхода на президента у меня не было. И как бы там это сложно. Это можно выйти было только через посольство наше российское. И вот в чем беда нашего российского общества. Посольство это мне помогает, и не помогло, к сожалению. Посольство устраивало все как есть. Посылались отчеты сюда, в Москву вернее, что все хорошо. И посылались отчеты, что это сделать невозможно. Причем у меня уже была договоренность с министром просвещения, Ольгой Васильевой, тогда она была министром. Она у меня была, там, до Шамбы. Она приходила. Я ее водил по этому зданию. Я с ней с ней спрашивал, можно ли здесь открыть. Она загорелась. Да, 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 я вам все помогу. Были консультации в Министерстве просвещения. Приходил не я на эту консультацию, я не мог приехать. Приходил как раз благодетель мой, который все это осуществлял, который тоже прям горел, и хотел все это дальше помогать нам. Приходили от нашего связанного, на дальнем отделе по образованию тоже представители, но они, правда, были не совсем в теме. И приходил от МИДа человек, который говорил на голубом глазу, что ваш владыка Петеримас обманывает, что ничего, что они говорят, там сделать этого невозможно, что школу открыть нельзя. Тогда мой благодетель говорит, хорошо, покажите мне законодательные нормы, что этого сделать нельзя. Где в таджистском законодательстве это прописано? Я, говорит, просмотрел все, все законы. Я этого не нашел. И этот представитель МИДа говорит, что он тоже поплыл. И вот тогда от Министерства просвещения говорят, где, покажите, действительно нет. У него ничего нет. Он так же зазлился, смутился и все. То есть, понимаете, вот почему у нас сейчас такие проблемы везде? Именно вот за такого равнодушного отношения. Вот я туда приехал, у меня было ни копейки денег, у меня самые нищие, самые нищие епархии. Самые нищие. У меня все эти мои шесть храмов, они бы убыточные были. Они священника не могли содержать. Священник должен был работать. Там все священники у меня работают, кроме тех, которые монахи у меня. Один храм, который какой-то есть доход, этот Душамбинский как раз собор, все, и один единственный. И на эти доходы, причем мизерные доходы, нужно было содержать всю епархию, что-то делать. Вот такое там положение. И никакой помощи ниоткуда нет. То есть, если ты сам вот найдешь, где-то кого-то, вот тебе, пожалуйста, помощь. А так нет. А гранты за границей, президентские, получить нельзя, потому что за границей. Только грант православной инициативы. Вот это мы использовали. И, слава богу, вот есть такой грант, сработничество, да, грант православной инициативы, фонд сработничества. Вот там мы тогда могли как-то получать какие-то средства, на которые мы могли проводить интересные мероприятия, про которые тоже я еще, может, расскажу вам сегодня. Вот такая вот ситуация. И школу так и не открыли. Стоит здание, стоит оборудование. Причем, знаете, даже мы еще чего успели сделать? Мы еще успели построить здание двухэтажное, где 10 квартир, студий для учителей из России. Там такая программа есть в Таджикистане, что можно привозить учителей из России, и приезжают там по 30 учителей в год. И они преподают. Но единственное условие, чтобы там было где им жить. И Россия там платит свою часть зарплаты, и Таджикистан гораздо меньше свою часть. И вот я даже думал, мне же где учителей-то брать? Я вот возьму хотя бы предметников, таких самых основных, из России, учили пять. Остальных я здесь уже, которые касаются таджикского языка или персидского языка, я здесь найду, думаю, в Таджикистане. И будет у меня такая вот шикарная школа. Да, конечно, было это нелегко осуществить. Но, понимаете, такое было желание и горение, и все. И видно было, что воля-то Божья есть, что находятся благодетели, все есть здание, есть оборудование даже вот такое вот есть. Нет политической воли. Я просил посла, говорю, приведите ко мне Владимир Владимирович Путина, когда он здесь бывает с визитами в Таджикистане. Ведь не один раз в год он бывает. Просто приведите сюда все, он это увидит, он тут же поговорит с президентом Таджикистана, и в Мале Рахмуном, и все, и все какое-то решится. Но не захотели, к сожалению. Сейчас там, конечно, сменилось, все там, это и посол уже другой. Причем, знаете, вот и посол-то хороший был, про которого я говорю. Не сказать, что он прям какой-то вредитель, там еще нет. Жена у него была замечательная, мы с ней очень дружили, и есть вернее. Все как бы замечательно. Но они уже, вот понимаете, они на это запрограммированы. Они уже по-другому не могут. Им не нужно каких-то лишних проблем, потому что, да, действительно, это будет какие-то много трудов, много проблем. И причем, что еще, почему мы отказали? Потому что там планировалось построить шесть русских школ в Таджикистане. Как раз вот в это время решался вопрос, Россия выделяла миллиарды средств на это, на шесть русских школ. Но я ему говорю, вы понимаете, построят эти шесть русских школ, да русские люди не попадут. Эта школа не для русских, это скоро школа для таджиков. И опять же, тут же так сделается, что это будет не бесплатно. Я же это знаю. Мы же все как бы видели. Ну да, в общем, как бы нет вот как бы кто тебя будет слушать, что и что? И там опять Владыка возводит заблуждение, да? Ну, сейчас мне звонят, шесть русских школ построили, вложили нескольких миллиардов в них, оборудовали тоже замечательно, шикарно. Но туда русские попасть не могут. Русские там не учатся. Понимаете? То есть то, чего я про то, говорит Владыка, вы были правы. Вот такая ситуация именно там существует. Опять русские, русские учатся в таджикских школах, где в русском классе. Вот так. То есть они получают таджикский аттестат. И, ну, конечно, там низкого уровня образования. И по-русски они уже говорят с акцентом. Но, естественно, пишут тоже неграмотно, потому что у них учителя уже русских все меньше и меньше там остается. Вот такое положение. Вот, которое, конечно, хочет, чтоб изменилось. И как-то я надеюсь, что все-таки еще вот это вот то, что я там заложил, что это все-таки сработает. Вот это моя идея. Сейчас я это уже озвучу. Может, кто-то услышит, загорится. Вот. И все-таки это дело доведут до конца. Вот. Потому что все есть. Как бы не только это идея. Одно дело идеи, да. А тут уже все подготовлено. Осталось только вот дать разрешение на все это. Ну, вот когда, Владыка, когда еще с самого начала вы стали рассказывать про все вот эти неприятности, скорби, да мне стали вспоминаться дневниковые записи равнопостного Николая, архиепископа японского, который тоже делился своими скорбями, как долгое время вообще там ничего не получалось, и никто не расположен. Приезжали помощники, и в конечном итоге тоже подводили его. И, видимо, это путь, ну, такой тернистый путь, который повторяется каждый раз, когда вот один человек вот готов до конца служить, посвящает себя этому, а другие вот они как-то не очень в это включаются. Да, Владыка. Ну, скажите, а вот в плане взаимоотношений с таджиками в целом и вот с обществом таджикским какие-то были проблемы или наоборот как-то находили общий язык? Там интересно, это же Восток. И даже, знаете, такой случай был. Рассказывал Владыка митрополит Александр Казахстанский. Ему говорил местный мула, говорит, это у вас в России, говорят, семь раз отрежь, один раз отмери. У нас не так. У нас 77 раз отмери, до конца не режь. И вот это мы как бы постоянно с этим сталкиваемся, вот с этим вот меряешь, 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 до конца не режь. И вроде ни одного вопроса нельзя, невозможно решить. Прям какой-то кошмар. Началось с чего первое, с чем мы столкнулись? Вот только-только мы приехали, там прошел месяца два, наверное, Владыка Викентина старался во всем помочь. Он тоже прям, вот Владыка, просто вот я с такой благодарностью вспоминаю его. И он нам решил пожертвовать огромное количество книг, 1400 просто наименований, православной литературы. А я еще не знал местных законов. Он отправил контейнер из Екатеринбурга, по-моему, или из Москвы, не помню, прямо с этими книгами. А там религиозная литература должна проходить религовеческую экспертизу. То есть без этого нельзя. То есть мы сначала должны были все эти 1400 наименований в одном экземпляре передать в Комитет по делам религий. Они должны были экспертизу провести, платную причем. И потом только разрешить. А тут вдруг приходит этот контейнер, который арестовывают. Вот и у нас начинаются проблемы дикие. Причем, что интересно, нам этот контейнер разрешили выгрузить у нас, чтобы не хранить его. А сохранить ведь тоже платить. Выгрузили у нас в епархии. Его выгрузили, опечатали, все. Лежат эти книги у нас. Причем нам удалось несколько экземпляров все-таки как-то взять. И вот начинается эта экспертиза. Я прихожу в Комитет по дизаймам религии. Там сидит наш куратор какой-то, причем такой чиновник небольшого ранга. И вот смотрит Акафист. Написанный на церковно-славянском языке. И спрашивает меня, а вот это какая буква у вас? Я говорю, голубчик, ты сколько будешь проводить экспертизы? Дай, я тебе напишу. Я говорю, был экспертом в издательском совете. Я говорю, прям тебе напишу сейчас вот просто вот за пять минут. Я говорю, все. И все, у тебя нет, нам так нельзя, вот надо мне это самое. Вот так вот все это мучиться. Я думаю, все, мы зависли, мы уже достал думать, как бы нам эти книги откатить, а уже назад отправлять. Думаю, ничего у нас не получится. Потом, значит, сестра у меня тоже пошла. Когда у меня большая проблема, и когда уже ничего не помогает, у меня вот было крупнокалиберное оружие. Это моя сестра. То есть она могла прошибить любую стену. То есть и вот любые переговоры всегда увенчивались успехом, когда вот я ее уже в последний момент, у них это не принято, чтобы женщина, во-первых, себя как-то вела так. Это не то, что властно, а с напором. Там же еще как, там у них нельзя, чтоб ты показывал слабость, но и слишком на них напирать нельзя, потому что, а тут типа ли женщина начинает как-то что-то приходит, начинает там, но с них что-то требовать или еще, но она даже не требовала. Она, может, даже как-то очаровывала их. Понимаете? То есть она пришла к этому руководит, какому-нибудь что-то по делам религии. Вот для них белые женщины это все-таки уже красавица. Понимаете? А с второго у меня действительно красавица. То есть уже как-то хороший эффект от этого идет. Вот. Он ей говорит, ну вот вы прислали книгу, ну вот посмотрите, берет он детскую книгу, он взрослый, и прочитать ему трудно, он берет детскую книгу. Вот посмотрите, открывает, что у вас здесь написано? Что религии бывают, все веры бывают, или от Бога, или от людей, или от дьявола. И только православные религии от Бога, остальные все и от людей, от дьявола. Вот как у вас такое написано? Ну хорошо она нашлась. Он говорит, у вас же то же самое в ваших книгах написано. И все. То есть она вот его варьировала и у него он не нашел что ответить в общем как эта ситуация разрешилась она была абсолютно неразрешимой мы уже не знали чего делать а потом как раз в 2013 году ему маля рахман президент таджикистана он собрал духовных лидеров того того в кофе вахдад по-моему это был такой большой зал а вот собрали все эти мам хотя бы местные и меня позвали скажу вы будете выступать третьим вот я сижу жду свою очередь как когда выступать а вот и начали искали в регламе три минуты я подготовил на три минуты речь мне это был как бы привычная речь что умел писать такие какие нужно вот сижу жду а это вот микрофонов несколько стали подходить эти мам хотим бы местные мол и вот и вот каждый минут на 15 и там заливается спрашиваю женщина которая сама сидит когда они хоть о чем говорят ты чё вот так долго и так вот вдохновенно одно и то же сигарасе беда рахман хвалят в общем подумала это я потом встаю как-то в очередь не хочу сидите идите я стою там это сам где-то вот в очередь думал как это и уже в моей очереди подход к микрофону и скажу третьим а то уже 5 10 уже идет никак я не могу они прям и отталкивают от микрофона вылезают и сами начинают говорить ко мне уже я потом сажусь и сел просто на свое место сижу аминском театрами лики подходят люди как вы чё сели я бы нашу драться что не буду вот в общем все хоро короче раскидали как вы меня поставили к микрофону я свою речь сказал трёхминутную вот все сел потом ко мне подходит так вы понравились президенту вы понравились его окружению а мне еще придется просил как бы это как бы чё хочешь что хочешь проси что хоть что-то я бы не говорю что вы там ваш взок предсходительстве все нормально я вас благодарю за такое меня очень гостеприимно стоит действительно гостеприимно встретили всего я прям как-то рад и все и в общем вы понравились президенту понравится окружению какие у вас проблемы все ваши проблемы решены все на следующий день мы получили книги далее указание все растамож вот так там можно решать вопросы понимаете то есть вот вот это мне очень нравилось казалось вот неразрешимый все тут такой тупик и все все как бы у тебя ты ты вызываешь доверие то есть ты не являешься каким-то религиозным экстремистом то есть и все то есть и тебе можно верить значит ты отвечаешь за то что как бы но по твоей тарапа по твоей ответственностью то есть а мы тебе доверяем вот это доверие конечно было и президент . мне хорошо относился жалко что мы с ним не так часто общались к сожалению там как-то вот так выстроено что вот одна встреча такая у нас была а это как бы не частные потом еще было на инаугурации его тоже как-то это знать о всех всем со всем просто поздоровался конца он идет а меня прямо обнял я у него вызывал симпатию и не только я еще до того как я туда прибыл а к нему на прием приходили владыка викентий и владыка ларион который возглавил тогда в цс а вот и и вот президент таджикистана он так поразился и благообразием просто чисто внешним что он делал очень такие комплименты как же вы выглядите промо-то от вас какой цвет идет вы такие благообразные на вас приятно смотреть и вот и вот эти вот эти чувства какой-то есть вот у него такой и меня тоже все время было ему приятно со мной и общаться вот такое и просто в чем про просто наш внешний вид когда мы в клубке когда мы в рясе а вот вот это какое-то благообразие чисто даже внешние она его поражала а вот и как-то притягивала можно было конечно и дальше с ними работать и можно было ну конечно нужна была помощь государства здесь вот потому что принципе все вот эти вот визиты все эти встречи это конечно устраивает нас посольство вот но к сожалению она у нас как-то вот в этом отношении не очень хорошо работа была поставлена ну а мы занимались конечно своими вот соседали что называется епархию на пустом месте когда там я пришел там было я и вот вижу говорю что я не знал что начать там было все какое-то пыль на этом же пыль а какие-то старые здания какие-то полуразвалившиеся из самуного кирпича какие-то были везде гробы с этими с крышками от гробов из какими-то гвоздями торчать а теперь подрядчик вниз к себе там оборвал какой-то навес был и везде возле этого пыльного хлама и каких-то вот этих каких-то досок и не поймешь чего иконы девятнадцатого века писаные а что там происходило а там же русские-то сбежали так у прям исход был да пока то гражданская война была и после гражданского надо и сейчас тоже а бегут а вот уезжает оттуда оставались одинокие наши бабушки дедушки вот бабушки верующие были а квартиры они обычно переписывали на соседей на таджиков таджики хоронили но она даже может и заботились там они как-то бери это самое до конца жизни там да вот а потом хоронили а все что деду бабушки они приносили что вот эти то есть какую-то мебель они могут забрать и иконами нужно не приходили в церкви выкидывали все это просто да то есть никакой айкон ценные были там много ценных такие но 19 век не сказать что прям какие-то супер ценные но писаны икон девятнадцатого века вот так мы там пособирает там целую коллекцию нас образовалась этих икон были случаи трагические криминальные вот буквально через несколько месяцев как я туда прибыл а вдруг приезжать какой-то такой опель подсоконный вырезают два таджика из него вот открывать багажник вытаскивают оба завернутый в покрывало труб бабушки голый совершенно вытаскивать нам туда под навес она ваш хороните я бы не понял говорю что значит наша она к вам храм в церкви ходила я бы ну и что откуда она у вас взялась горе почему мы должны ее хранить глядку она у нас подвале жила почему нас подвале жила вот его и слушать нет справку мне о смерти бы причина смерти говорю откуда может вы ее убили и почему нас подвале жила в общем и такой бы случай кримина я тогда в ужасе был думаю и сейчас мне еще будут при по вот так вот подкидывать наших этих бабушек русских чтоб я их хоронил они нас еждем приносит правка у нас поле пролежала прямо там под навесом вот такой они прям вечером ее привезли по в ночь считай голая всю ночь потом я у прихожан это само прикрыли ее конечно то есть не в гробу ни в чем там попытка ничего не закажешь сразу а вот эти у нас какие-то гробы все разваленные были вот у прихожан начинаю выяснять кто чего это был где-то во вторник да когда они ее привезли а когда воскресенье на службе была эта бабушка а тут уже мертвые дайна готовник ну как они как квартиру эту не отобрали она у них и жила вот такой был криминальный случай тогда испугался думаю сейчас вот это но слава богу был один такой только случай конечно обходили всякие страшилки что-то чуть не на свалку выбрасывает руб на этом шеет просто уже какие-то сказки вот но такой был случай то есть бы есть там и криминал есть криминал связанные как у нас 90-е годы есть черные риэлторы есть вот такие очень недобросовестные люди вот причем этим бабушкам которых за которыми начиналось такое-то знаете охота они приходили фрам и говорили вот мне там соседи они они начинают за мной это самое вновь просто преследовать меня что мне делать что делать его знать я вас никак не могу защитить пока квартира ваша я говорю вы ее перепишите на храм мы живите там все были перепишите на храм все есть у вас не родственников никого нет так вам заботиться некому и тогда все она не будет вашей собственности да не вас не тронут и скажите что это уже не моя собственность но не одна только причем сама даже вот она переписала остальные все так и не переписывали были дальше лучше тогда действительно они потом умирали квартиру отходили вот так вот соседи тоже соседи о них заботится могу мы тоже будем вас заботиться мы это сам будем вас это навещать кормить но мы так о них заботились даже без всяких квартир то есть у нас там социальная работа была на очень высоком уровне а вот поставлены сейчас до сих пор и там продолжается при владыке павле вот они как-то молодцы то есть они дальше развивают вот это направление самое нужное там социальное вот вот такие да такие случаи были и трагические тоже но а русских вообще притесняли или как но знаете вот как вот то что у нас здесь пишут и что что сами русские которые потом убегали в европу рассказывали вот те которые не убежали которые там остались от гостю сказки им нужно было получить европейское как бы гражданство и ради этого они сочиняли очень страшилки такие вот ничего такого вот не было даже сами они когда воевали там же воевали правительственные войска с оппозиции да и вот правительственные были юрчики их называли оппозиции от ваххабит вовчики вот юрчики и вовчики они у них были вот и они говорили там это почему храма ты за как собора до который наш душам бинске он как раз или это сам был на линии разделить фронта к на кладбище вот на этом на холмах русское кладбище там как раз вовчики там ваххабиты там их кишлак было все они там засидели а здесь внизу где дорогу проходит перед храм там как раз правительственные войска вот они перестреливаются через храм снайпер на колокольне на храма высидит там отдельно колокольня была потом его разобрали построили при храму там на колокольню и те и другие говорят батюшки который там служил отец сергий то царство ему небесное батюшка вы молитесь и мы друг с другом разбираемся мы вас не тронем и действительно не трогали то есть как бы там и молились и службы совершали венчали вот под пулями все это было но если ты там попадешься как бы вот под горячую руку то тебя бета там убьют иди девушка изнасилована также как и не обязательно что прямо только русских нет там вот когда война есть война то есть идет как бы все страдают мирные мирное население и голода было и хлебные очереди все это было вот но какой-то такой ненависти к русским до вбрасывались эти специально искусство сбрасывались эти лозунги русские там эти самые убирайтесь к себе гнали но это не было как-то глубинно и по повсеместно вот и и как-то такой ненависти к русским там я не встречал вообще вот когда я уже был и там тоже были нет год мы вместе бы составляет народные дружины и таджики русские он душам быта был русский город на 80 процентов вот это сейчас он как бы там уже русских осталось совсем мало так он был русским городом собирались дружины чтобы как-то не впускать вот этих вот боевиков то бабу галша у меня было она вообще была такая женщина дерзкая просто она ехала в маршрутке с боевиком который был при полном вооружении там я за с автоматами с гранатами и чё-то он ее там оскорбил что ли задел даже ли ударил она ему ответ ударила его тоже так что он отлетел и все там в этой маршрутке на нее ты чё вообще сейчас это самое потом а водитель остановит маршрутку говорит боевику высаживайся один тоже смелый оказался таджик он высадился так весь вся маршрутка на нее как-то это набросилась на мою бухгалтерию это чё сделал нас бы сейчас убили всех а водитель будет нет она правильно сделала молодец ее тоже ставили к стенке расстреливая наговорила но в то же время их чудеса были там же кафедральный собор свидетель николая и у них видели наш православный свидетель николай он спасал жизни он их под обстрел переводил через речку с одной из них он ехал в маршрутке к удивить у них во время войны работал транспорт общественный то есть она не останавливался прям высадится горит открытым вас таджикской одежде дедушка она как все так думал что за какой-то джекте сел кто смотрит какой-то другой благообразный вот и потом она приношает свидетель николай потому что же там мне какой-то баллака я в не помню какая история была но как-то он ее спас а это самое от смерти вот потом был еще там одно сон даже одной прихожанки она видела как вот сбор спускается огромный огромный это это работа поток течет черных людей прям так и с черными головами имеется ввиду прямо целый прям река горит течет прямо за это самое и вдруг выходит свидетель николай снизу а вот так руки расставляет вот стороны говорит и весь этот поток останавливается то есть вот исходя из этого видения можно даже понять что войну в таджикистане остановил свидетель николай то что мы службы шли но и как бы это вот главный храм там во всем таджикистане посвящен стекли николаю как макая поэтому конечно особенно молились стекли николаю вот там еще один предел правый предел священ в честь святого праведного на русского очень интересная история этого предела в там был тогда это к по-моему 68 год или 9 где-то конец 60-х это было а вот вы служил отец валентин потом в киргизии я его застал еще живым сейчас он скончался бачка уже вот он сам рассказывал это в это время ну храм чтобы открыть там или предел еще невозможно было храм только рушились и закрывались да а тут пришла им идея тогда был ташкентским митрополитом по-моему гурий я сейчас вот могу ошибиться но по-моему гури был неважно очень короче он благословил но как и как а каким образом благословил отца валентина она же была обмануть комитет без армели делили кита или оперла полномочия началась комитет подзором регии то оперуполномочия что сделали вот вот у нас покойников очень много там действительно было очень русских много жила храма один жара не знамо какой я отпевали гать мигатем прямым солнцем отпеваем разрешите нам построить навес к храм пристроить навес чтобы нам хотя бы вот это сам под навесом отпевать чтобы депрямые солнечные лучи попадали ну как-то а полномочий оказался таким достаточно наивным он разрешил они построили навес потом к этому навесу быстро возвели стены алтарь приезжать им владыка освещает быстро алтарь все они храмы она русского посвятили она русскому все буквально за несколько дней они все это сделали но навес как бы сделай потом быстро стены все 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 и вот так появилась предела на русской статуса валентина после этот дикий скандал его оттуда выгнали вот из душан бы куда-то его там сослали после этого храм появился предел появился его сослали зато храм остался храм остался предел остался до его сейчас такой это трехпредельный храм, причем это был гараж таджик-фильма. В Душанбе не было ни одного храма, и не разрешали храмы делать в советское время. Там даже был случай со святителем Лукой воином Синецким, он был в Таджикистане, причем на территории нашего храма тоже был там. И где-то, по-моему, это 1935 или 1936 год, когда секретарь Ленина, бывший секретарь, в то время Ленин умер, он был таким альпинистом, он любил на Памир ходить, там какие-то экспедиции. Вот на одной из экспедиций он подцепил инфекцию. Я сейчас, к сожалению, забыл, как его фамилия, этого секретаря Ленина, но какой-то очень высокий такой партийный работник. У него жуткая инфекция, и никто не может помочь, внутренняя инфекция анаэробная. Никто не может помочь из местных хирургов, то есть они говорят, все, у него температура, он умирает. А это же скандал, это же жуть вообще, что для них. Такой высокий чиновник, вдруг у них Душанбе умер. Они звонят в Ташкент. То есть в центре он всегда Ташкент был. Кто чего? Единственный специалист — это хирург Луковой Несенецкий. Он как раз в Ташкенте, тогда я как раз это сам практиковал. Ну и вот его первый раз тогда сидел Лука на самолете летел из ташкентов Душанбе, прилетает, делает блестящую операцию. Там просто нужно было при такой инфекции вскрыть брюшную полость, выпустить эти анаэробные бактерии. И все, и потом потом почистить, зашлить, там ничего сложного не было. Но если этого не сделать, то все, человек умирает. Вот он спас этого чиновника. Ему предлагают возглавить главную больницу Душанбе, остаться в Душанбе. Он тогда говорит, хорошо, я согласен, если вы разрешите в Душанбе церковь откроете. В 1935-1936 году какая церковь в Душанбе? Тогда не разрешили. А так Лука остался бы в Душанбе, там бы служил бы и совершал бы операцию, был бы главврачом. Но церковь открыли в 1943 году, понятно, после встречи Сталина с Сергием Старгоровским, с тремя архиереями тогда на свободе бывшими. Политика советского государства меняется и в том числе разрешается открыть в столицах Средней Азии храмы. Это касается и Душанбе, и Бишкека. Там тоже не было церкви. Вот как раз и там, и там гаражи были. В Душанбе был гараж таджик-фильма. Идет распоряжение правительства, что вот этот гараж таджик-фильма отдать православной церкви. Таджик-фильм? То есть они снимали фильмы? Фильмы, да. Ну это таджик-фильм, вот он сейчас есть, таджик-фильм. Кстати, там знаменитые фильмы многие были. И все, этот гараж передают. И что делают наши верующие? Они за один день его превращают в храм. Они понимают, что если сейчас это не сделают, то них отнимут. Таджик-фильм подают в суд, начинается судебный тяж, а там уже службы во всю идут. И потом вот эту коробку таджик-фильма, такой большой гараж, высокий, такой параллепипед, вот такой был, поначалу, с плоской крышей, или с такой вот крышей, там, то есть просто прямоугольные здания с высокими стенами. Вот из него там выводят какую-то главку, делают какой-то вот здесь вот фасад какой-то такой красивый, вот фигурный немножко. Ну и потом много перестраивают, пристраивают, перестраивают, колокольни надстраивают, потом выводят. И вот это стал этот храм. Потом я вот тоже над этим мудрил. Колокольня была какая-то такая приземленная, я ее нарастил на несколько еще таких вот колен. Еще мозаику украсил храм, он мне казался каким-то лысым, как тот. Я смотрю, хожу, думаю, вот этот гараж таджик-фильма, никак вот его не скроешь. Внутри это там еще Владык, это отец Сергий, который был настоятелем храма до меня, там вот он внутри украсил мозаиками, там как ног чего сделал, а снаружи он был не такой непривлекательный. И вот я с одной стороны, с той, где вот предела она русского, как раз мозаику сделал, это чудо-оплове. И очень интересно, кстати, чудо-оплове, потому что таджики приходят и все смотрят. Это что-то такое, там же какие-то турки же с этими в турецкой одежде, такие для них, это как-то тоже любопытно. И расскажут же, ну, чудо-оплове, которое совершал она русский. Им тоже это интересно. То есть это тоже касается мусульман, же не просто же это в честь она русского предел-то осветили. Это как раз русский святой, который жил в мусульманском окружении, который мусульмане почитали тоже как святого при его жизни, да и по смерти тоже, и который творил такие чудеса там. Да, надо немножко нашим зрителям пояснить, что это за чудо-оплове. То есть, когда хозяин, у которого находился, ну, фактически вот в этом пленении, святой Иоанн русский, когда вот хозяин, он где-то в отдалении, то ли в Мекку он уехал. Да, в Харш пошел. Да, в Харш в Мекку. А как раз дома был праздник, и, значит, собравшиеся гости, вот они вспоминали этого хозяина, и что вот он любил как раз вот этот плов приготовленный. И тогда святой Иоанн русский говорит, дайте мне вот блюдо, я ему передам. Ну, они пошутили, думали, что он хочет сам съесть. Нет, хотя он дошел нищему отдаст. Он, кстати, раздавал нищую. Да, ну, в общем, они ему передали, он забрал с собой, а в этот самый момент как раз чудесным образом это блюдо с пловом появилось у его... В гостиницу хозяина. Он размолился, вдруг у него горячий приходит в гостиницу, там плов горячий, он съел его, смотрит, а тарелка из дома. Да, да. И он эту тарелку возвращается домой, показывает эту тарелку, и тогда все поняли, что у них дома живет цветой. И, кстати, перестали его преследовать, предлагали ему поселиться в хороших условиях, а не в конюшне, как он жил до этого. А он говорит, нет, я с ним в конюшне. В общем, в общем, как-то, но уже как-то уже в почете. Но, видимо, такие чудеса, они давались как раз особенно сильные чудеса в окружении мусульман, для которых это было важным свидетельством. Владыка, но я вот знаю, что у вас тоже совершались чудеса, может быть, не связанные с пловом, конечно, но мусульмане приходили, невзирая на то, что они вроде бы исламской веры, но они приходили в храм, да, и каким-то неожиданным дивным образом им тоже подавались в православном храме чудеса. Причем удивительно, что они не просто сами приходили, их мулы отправляли к нам. А так сами-то, может, они не решились бы прийти, потому что им как-то и запрещено, особенно к иконам прикладываться, да. А что получалось у них там? У них очень много бесноватых, у них очень много магии, у них очень много колдовства. У них женщинам запрещено ходить в мечеть, а когда тебе запрещают отправлять религиозный культ, начинают процветать язычество, тут же возрождаются. А у них корни очень такие, древние, богатые, зороастризм. И вот эти, и у них многие женщины практикуют именно вот эти вот оккультные, эти самые, всякие ритуалы совершают. Это поголовно распространено, и поэтому очень много бесноватых и таких вот каких-то порченных, как вот нас называют это. А и мулы не мог с ним ничего сделать. Почему они започитают, тоже у них есть свои какие-то молитвы на изгнание бесов. Вот, и потом они мечу говорят, в тебе, говорит, русский бес сидит, иди в русскую церковь. И вот они так вот приходят, мне вот отправили, что во мне русский бес сидит. Ну мы, конечно, улыбаемся. У нас, говорю, по нашему учению у бесов нет национальности. Я говорю, ну что я с тобой, как я тебе могу помочь? Говорю, если хочешь, чтобы я изгнал твоего беса, чтобы он вышел, вернее, я не это. У нас есть таинство крещения, там я заклинательный молитв, мы тебя покрестим, все. Ты будешь прямо, говорю, вот христилину. Нет, они на это не соглашались. А вот тогда, говорю, я очень ограничен в средствах, чем тебе помочь. Ну вот у нас есть водичка, можем тебя окропить, да можем с собой дать, свечи там, ладно. Ну вот помолись к иконам приложись. Был случай, когда очень больной, прям расслабленный весь высохший человек, этот мужчина, его прям просто на коляске привезли. Уже последняя надежда была. Вот я уже маслицем помазали, его окропили, его все. Говорю, чем? Говорю, смотри, вот у нас есть икона Святитель Тулуки, Война Синецкого, который здесь был, на этом месте он был. Говорю, он святой, великий святой. Ольга, у нас есть икон с его мощами, приложись, помолись. Он говорит, нет, я не буду к какой-нибудь прикладываться. Я говорю, ну, если не будешь, потому что уговаривали его и так, и сяк, нет, не буду к какой-нибудь прикладываться, и не приложился. А те, которые все-таки решались, у них еще до меня даже было это. То есть со мной это вообще никак не связано абсолютно. Приходит в храм, просит помощи и тут же ее получают. Было до меня, как раз вот привозили икону Блаженной Матроны с мощами, а до этого так совпало, это не специально. Было по центральному телевидению, была пара по-российскому, причем, который они тоже смотрят. Передача про Блаженную Матрону. Все ее посмотрели, и тут друг Душамбе, как по заказу, привозят ее икону. И были просто длиннющие очереди, потом такого не было никогда. Какие бы мы святыни потом не привозили, этого не было, это уже не повторилось. Вот была огромная очередь из таджиков именно. Они стояли в очереди, они прикладывались к иконе, и у них было огромное количество помощи, исцеления и все. Так что даже наши прихожане стали жаловаться мне, потом уже тоже. Говорят, а почему, как таджики придут в храм, помолятся, попросят что-то у наших святых, и сразу им помощь, и все у них получается. А у нас ничего, мы просим, 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 и ничего. Редко-редко, когда что исполнится. Я говорю, ну что-то ничего удивительного. Господь показывает им, где истинная вера. А вам зачем? Говорю, вы уже находитесь в истинной церкви, в лоне церкви. Говорят, а чего вы просите? Чтобы у вас болезнь, чтобы они болели? Чтобы вы не скорбели? Я говорю, а чем мы спасаемся-то? Болезнь с скорбями. Я говорю, поэтому что-то, говорю, конечно, Господь исполняет какие-то, которые непосильные, или когда вы как-то исправляться начинаете. А так, говорю, мы спасаемся этим. Поэтому не надейтесь, что у нас будет чудес больше, чем с ними. И вот мы что установили? Мы установили в этом пределе Анна Русского по пятницам совершать молебен, Анна Русскому, на который приходили таджики тоже. Потому что видя то, как Господь им помогает, реально помогает. Уже на моей памяти таких был не один случай. Вот что идет помощь Божьей Думы, а почему же мы не можем за них молиться? Когда они приходят, как мы еще можем им помочь? Вот он приходит, вот мы своих поминаем в записках, а их не поминаем. Я тоже сначала как-то колебался, снимался, потом думаю, ну куда я все-таки попробую поминать. Вот они говорят, приходите к нам на молебен, помолитесь сами. Понимаете, это не то, что вот как потом многие ревнители могут меня поставить в упрек, да и ставить тоже. Вот это экуменизм, у нас канонами запрещено, молиться с иноверными или еще что-то. Но это, знаете, тут хорошо говорить, когда ты здесь находишься, а когда ты находишься в мусульманском окружении, где 99% у тебя мусульман, и когда они к тебе приходят и просят помощи, и когда ты видишь, что помощь им идет от Бога, когда они сами молятся и просят, и она приходит, и ты помощь. Ну а мне что, трудно его помянуть на молебне? Не на проскомедии, не за литургией, а на молебне, который Иоанну Русскому посвящен, который тоже жил в их среде. И мы стали их поминать на молебне. Вот эти вот записки интересные. Потому что у нас одни таджикские имена. Я потом как семечки щелкал. Сначала я как спотыкался, а потом все-таки это сам. Очень красивые имена, кстати, таджик очень красивые имена. Прямо просто, знаете, как песни звучат. Они в переводе очень красивые значения имеют. И очень благозвучные имена. Не все, конечно, есть отдельные, но в основном благозвучные очень. И вот так вот мы молились, поминали, и тоже люди приходили к этому. Но начали смущаться тем, что вот все-таки как-то осуждает меня, что вот ему... Сейчас, по-моему, насколько я знаю, сейчас это там прекратилось. Такая практика, сейчас там нет душа бы. Ну и даже как-то молебны отменили, чтобы не смущать. Хотя очень хорошие были эти молебны. Очень были такие они действенные. Если не ошибаюсь, по-моему, вы вот когда-то давно рассказывали, что после такого молебна какая-то вот бабушка парализованная, она как-то таджикская поднялась, да, или кто-то там... Ну что-то было. Знаете, я сейчас специально не запоминаю, время уже прошло много. Но, знаете, были, да, действительно, они приходили, потом говорили, что вот после этого молебна, да, у них это со мной. Но мы как-то это не то что не фиксировали, может, все где-то как-то фиксировали, но такого внимания не застряли, потому что это могло быть необязательно после молебна. Она просто пришла к какой-нибудь, приложилась, помолилась. И тоже у нее такой же вот помощь. То есть это постоянно такая помощь была. А молебны просто как-то организованные, когда мы могли их пригласить. И вместе с ними как-то вот... Вот эти вот контакты, они были очень важны, очень нужны. А как мы еще будем? Там миссионерство запрещено. Там нет никакой угрозы того, что мы можем принять их веру. Вот почему строги так каноны? Почему запрещают нам каноны молиться как бы сынославными, да, в основном даже больше, чем сыноверными? Вот чтобы не было опасность, что мы перейдем в их веру. А тем более, когда это касается католиков там или протестантов, да, когда уже такой... Когда очень похожие как-то ритуалы у нас, да, и могут подумать, что вот мы вместе молимся, как бы, что мы соединились уже. Вот. А здесь такое даже и намек у них, что мы как бы соединились. То есть ясно, что ислам настолько далеко отстоит от православия, вот, что тут и угроз такой нет. Не было. Вот какой-то, что мимикрия. И поэтому здесь опасности такой нет, чтобы вот подумали, что мы там принимаем и самохот. Там мне тоже написали один раз, в Душанбе произошло сближение православных и мусульман на каком-то одном из сайтов таких ревнителей. А это была реакция на наши первые иоанновские чтения, которые первые у нас были, она называлась как конференция христианства и ислам. Это тоже был очень интересный, интереснейший проект, уникальнейший был. Причем мы даже брали грант потом на него, православная инициатива, в Исмалийском центре, центре Агахана в Душанбе. Шикарное здание, просто шикарное. Оно, во-первых, построенное с учетом архитектуры вот этой восточной, бухарской в основном, и в то же время со всеми самыми современными архитектурными тенденциями и вот этими внутренними всеми техническими средствами. То есть там было все самое современное, самый-самый супер-супер, очень дорогой центр. И там и учебные классы, там конференц-зал, и все там было. А это одна из ветвей как бы ислама, который считается у них типа как вот сектантством, сектантством. Это исмаилиты, которые живут на Памире. Померцы они почти все, что исмаилиты. А основной ислам в Таджикистане, основная вирта, Таджикистан, Узбекистан — это сунниты, мусульмане сунниты. И мы решили как бы вот в этом исмаилитском центре, в самом лучшем здании, которое есть для этих целей приспособленное, проводить вот такой конференц-христианство и ислам, где будут. То есть мы элиты представлены, как сунниты, вот, и мы православные. Но у меня была какая идея, что только ни в коем случае не доклады готовить. Там ученые были местные и приглашенные, это международная была конференция, потом чтение. Только не касаться догматики, вероучительных каких-то вопросов, чтобы нам здесь не переругаться. Вот это строго соблюдаемое. История, литература, культура, искусство — все что угодно. Все, что нас объединяло и объединяет в веках. Вот на эти темы, пожалуйста, филологические какие угодно. Доклады делаем только не теологические, только не богословские. И как-то стараясь этого придерживаться все. Когда были, там были какие-то, правда, повозновили. Но мы как-то их так мягко пресекали, чтобы не было никаких споров. И потом по итогам этой конференции мы издавали альманах Душанбинский. И мы еще местным было важно ученым, которые в этом участвовали, что у них публикация появлялась. А мы приглашали из Москвы ученых, ну и, конечно, из всей Средней Азии. И это была уникальная, причем единственная площадка, где вместе собрались и сунниты, и сунниты православные. И анастские чтения. Потом, когда я уезжал, меня очень просили даже вот из ОВЦС наши сотрудники. Только чтобы не прекратилась эта инициатива замечательная. Потом даже подхватило ее и Министерство культуры, и МИД. Они уже стали присылать к нам, раньше там, участников за свой счет. Поэтому и гранды брали, оплачивали им билеты, там все, проживание в гостиницах. А тут уже все, нам уже гранд, мы уже один раз можем на что-то взять. А потом уже, смотрю, нам уже Минкульт присылает за свой счет, там оплачивает. Все прям пошло, 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 пошло. Но вот это все, к сожалению, очень сильно подкосило потом пандемию, когда все закрылось. И вот сейчас как-то вот надо, конечно, все это тоже возрождать и выводить на тот уровень, на котором вот у нас это удалось поднять. Причем очень быстро. И тоже непросто было вот это все, чтобы там уговорить местных. Опять же, это семьдесят раз отмелья, до конца не режь. Разрешение тебе дает в самый последний момент, а то и не дают. Понимаете? А потом дадут еще потом как-то очень много таких вот моментов, но мы к этому уже привыкли. Ну и потом же тяжелая артиллерия тоже у меня всегда была как бы под рукой. Вот по поводу тяжелого артиллерия, это я хочу сказать тоже. Нам долго не регистрировали епархию. У нас в уставе есть какие-то такие моменты, которые их не устраивают категорически, которые входят в противоречие с местным законодательством. И вот долго какие-то шли переговоры. Ну и они, знаете как, они тебе никогда не скажут нет. У них такого слова нет. Как бы нет. И у них не принято в этой культуре. Они тебе всегда говорят, приходите завтра. И вот это приходите завтра, она может годами длиться. То есть нет, они тебе не скажут. Никогда не отхажут. Приходите завтра. И вот мы ходили, 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 ходили. Потом наш куратор говорит, который от них куратор как бы, она как раз и самолитка была. Сейчас ее уже как бы она там не работает у них. Она уже посоветовала, сестре моей. Говорит, вот как Путин приезжает когда, вот вы под визит Путина. Вот скажите, вот это самое. Вот все проталкиваете. Вот когда вот он приедет, все вот тогда как-то это самое. Очень надо шантажировать Путина. Надо было их нам. Нам надо, нам надо. Все уже согласовали. До этого приехал у нас из юридического отдела, из ОВЦС, юрист, который все эти моменты как бы сняли. Мы пошли на какие-то уступки. Все, все, вот устав он есть. Вот надо только его подписать главе этого Комитета по делам религии. Он не подписывает. Приезжает уже, приехал уже этот самый. Завтра визит Владимир Владимировича. Вот. Мне из посольства уже звонят. Там у них уже в повестке дня стоит вот этот момент, что нужно нам все-таки через пять лет уже или сколько там прошло. Пять, по-моему, уже лет прошло. Никак мы не зарегистрируем. А это же епархия не зарегистрирована. Получается-то хоть она есть, а ее как бы юридически-то нет. Вот. И я посылаю, конечно, это сам уже туда. Тяжелую артиллерию, сестру свою туда. Она приходит к нашему куратору. Он сидит такой, это самое. Начинает ее кричать на нее. Она записывает на диктофон эти крики. А он ей говорит, нету, у нас начальника нету. А он там сидит начальник. В общем, она как-то слушала-услушала, потом открывает дверь начальника. Он там сидит. А мне, говорит, сказал, что вас завести то, что у вас нет. В общем, проходит туда и говорит, вот это самое. Он у меня кричал и я записала на диктофон. Зачем вы записали? Он говорит, а как же я? Вы же мне не поверите. Он говорит, на этих кричит, на мул, на своих. Но я же не мул. И в общем, как-то потом пошел разговор в таком уже более мирном, ну и вообще мирном, то есть она на них очень хорошее впечатление производила. И в 9 часов вечера она тоже говорит, что завтра визит, нам нужно, чтобы это подписать, все уже согласовано, у нас уже и посол будет докладывать, что ничего не вышло. Это очень хорошо. В общем, подписывает, вот последний момент, все. Вот это удалось, и потом, знаете, когда мы приезжали год назад с этими же, мы с ними очень дружили, с все по делам религии, со всеми чиновниками, вы знаете, они даже на меня внимания особо не обращают, им главное, чтобы приехала сестра. Понимаете, вот именно та, которая с ними жестко себя вела, именно та, которая отставила как-то позиции, они это уважают. Они очень уважают силу, они уважают силу и мудрость какую-то. И вот именно так нужно было себя вести и не показывать нашу слабость, но Россия все-таки хорошо, за нами была великая Россия и держава, то есть они это тоже прекрасно понимали. Но и в то же время нужно было показывать дела, потому что вот эти наши иоанновские чтения, которые мы проводили, они потом ставили в пример всем конфессиям, которые там были. Там много бы там и баптисты были, и ангелисты, и корейская церковь. Нас тоже иногда собирали все христианские или околохристианские какие-то вот эти церкви. И мы, конечно, сидели на самом первом месте, и всех всегда, и нас всегда ставили в пример. Вот смотрите, как вот русская церковь. Вот они провели такую конференцию, но причем, чтобы нам ее провести, нам тоже нужно было столько много требований предъявлять и всяких вот этих препонов пройти. Опять через них же. Но это как-то обычное дело, то есть у них так принято. Нельзя вот так вот сразу взять и все ее разрешить. А когда первое лицо тебе дают делену свет, вот тогда у тебя все идет, конечно, без проблем, без сучка и задоринки. Но, к сожалению, у меня был вот один раз только когда вот так помог президент, а так приходилось самим чего-то добиваться, какие-то искать пути, все на каких-то связях, на знакомствах, кто-то там где-то чего-то там сказал. То есть это Восток. И потом к этому Востоку привыкаешь, и тебе уже начинает это нравиться. Вот, например, когда я летел из Домодедово или из Внуково, из Внуково даже, по-моему, хуже, туда, в Душанбе, у меня же все время вечный перегруз. Я везу свечи, ладан, масло лампадное, то есть там же ничего это не производится. И все это архиерейно себе влачет, как мы тогда в Владыке Викенте первый раз ехали, потом каждая моя поездка и всех, которые со мной, вот, она как раз вот у тебя куча вот этих баулов, сумок, все это перегруз, а все это очень дорого, денег у нас нет. И вот уговариваешь там в аэропорту, ну вот как-то нам простить, там как-то вот можно на кого-то переписать, чтобы нам вот мы, русская церковь там, это наша, в общем, и вот сидит, знаете, вот это просто вот, иногда нормально все проходило. А были такие случаи, вот сидит молодой человек и какая-то девушка, уперлся, все, нет, не положено. И начинает, а ваш патриарх вот на Мерседесе ездить? Ну, понеслось, говорю, все. Я говорю, дослушали, что ли? И все, ни в какую, и вот приплатите перегруз, и все, и мы платим бешеный перегруз, туда прилетаем, а там же тоже такая же ситуация, мы оттуда тоже что-то бывает везем. Один раз я ехал, мне был подарок, нужно было, я ехал в это самое, после из Душамбоя через Москву в Страсбург, мне нужно было там, и мне нужно было подарок какой-то, подарить батюшке, который там в Страсбурге, местный, какой-то колоритный. И я вот в сувенирах купил барабан афганский, такой красивый, такой с перламутром, а у него такие набалдашники железные, которыми убить можно на этом барабане. Мне его было жалко, я боялся, что я его в ручную кладь, думал, вдруг там порвут эту, сверху натянутую на барабане. И я его взял в ручную кладь, и вот не иду с этим барабаном на ленту, а мне этот пограничник парень танжикский, ой, говорит, так вот у нас тут нельзя, иду, у меня доходит, правда же нельзя, им же убить можно этим барабаном. Слушайте, я, говорю, лечу в Париж, я говорю, у меня там такой друг, мне прям подарок, надо вот вас, вот такой какой-то барабан, как же я, ну ладно, хорошо, вам можно, понимаете. Еще случай был один смешной, когда мы уже оттуда уезжали, билеты там берем, и меня сажают, я как-то не обратил внимание, сестра обратила внимание, меня посадили на самый последний ряд около туалета, 33-й ряд какой-то. Она так, она говорит, а вы что это, Владыку, сажаете, мы этим не летали бизнес-классом, да там и не было, мы в основном, как дадут, так и дадут. Около туалет. А у других нет сидит какой-то, один вот противный, такой здесь сидит. Нету, 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 ну как, нету, говорит, это самое. Найдите, постарайтесь, говорит, это самое, что же у вас такое. В общем, есть же, прекрасно знаешь, что есть, нет, вот уперся, и вдруг у него сосед какой-то тоже начинает ему что-то таджикски говорить, какой-то у них диалог вот продолжает, вдруг находит в середине самолета место. И на, которые у нас был наш, этот самый, который но тоже по-русски говорит, знаете, что он нам сказал тоже, говорит, что он, delivered что, говорит, посмотри, ты с кем-то говоришь, кто это? Он сейчас говорит, помолится, ты сдохнешь. И все, это вот же наш. И знаете, вот это очень хорошо срабатывало. Они вот, у них какая-то детская вера такая наивная есть. И когда вот с этим сталкиваешься, ты просто умиляешься. И очень уважительное отношение и к начальникам, во-первых, и к ликсам духовного сана. Они и своих, вот этих имамхатибов, мул, тоже очень уважают. И нас, священников, особенно меня, архиерея. Я у них был великий русский поп или русский мулой. Один раз показали передачу с президентом, и там меня тоже показали. Как раз вот, по-моему, это вот, про что я говорил, когда я выступал. И на следующий день мы оказались в Кулябе. Мы проезжали, мы ехали как раз на погранзаставу 12-ю, где погибли наши бойцы. Там-то еще в начале 90-х. И потом мы там вышли, там на целую колонну, мы с военными ехали на рынок купить каких-то там, что-то мы хотели, персиков, что ли, я не помню, в дорогу. И вот я выхожу в таком-то виде в облачении, и все, меня вдруг узнает весь рынок. А это же южный рынок. Тут все сбежались на меня. О, великий русский поп, мы тебя вчера видели по телевизору. И прямо взяли сам, чуть не фотографируются со мной. Он такой, персики продать мне подешевле, скиньте. Не скинули. Хотя, в принципе, у них принц торговаться, там это вот обычное дело. То есть там всегда можно сцену, когда они тебе приходят, особенно строители, в три раза они тебе сразу завышают. То есть, когда это знаешь, ты сразу все это опускаешься. То есть, это обычный такой ритуал в каждой восточной стороне. И очень уважительно. Потом у Анира в парке мы что-то ходили, иду ко мне прямо на всех парах несется здоровый такой мой таджик, высоченный, там по 2 метра ростом, такой широкоплечий, прямо такой вот. А меня старая испугалась, вы сейчас, наверное, что-то, какой-то, не знаю, убьет, не убьет, там, или что. А он прям подбегает, можно я вам руку пожму такому великому человеку? Прямо с таким благоговением, прямо так вот, да, слава тебе Господи, как же можно. Вот такое уважение было. То есть они очень уважительно относятся, очень благоговейно. Чего, что у нас уже нет. Нас уже вытравить. Но они же смотрят тот же телевизор, у них же те же передачи, тот же интернет русскоязычный, в котором они тоже все, как бы, читают вот этот негатив про церковь. Но у них такой иммунитет. У них есть и негатив, и про их тоже мол. И сам президент, вот когда вот на этой встрече, про которую я говорил, он их обличал, он им говорил, вы колдуете? Они колдуют, они тоже колдовством занимаются, многие молы. Вы такие сикиюных, он их ругал, он их ругал, кстати. Он обращал внимание на недостатки, на духовные. Он, простите, коммунист бывший, который как бы вообще к религии, ну, как бы практически никого отношения не имеет, хотя в хадж ходил он, да, то есть как бы отказал, вот откуда он что это самое может знать там или еще что-то. Но он их обличал. И молодец, и правильно это делал. Но у них такие жесткие законы против ваххабизма, очень жесткие, особенно после 15-го года. Вот этот вот год, 15-го, я очень хорошо его запомнил. Это как раз победы ИГИЛа в Сирии. И знаете, что было страшно? Вот эти мои таджики, я уже там три года в Таджикистане, у меня уже месяц сотрудник, которых я уж хорошо знаю, мирные, в основном с советского времени, которым по 50, там за 40, за 50 уже лет. Вот они вдруг за одну неделю все, весь Таджикистан, и все мои вот эти вот сотрудники с ума сошли. И все захотели в Сирию воевать за великий халифат. За ИГИЛ, что ли? За ИГИЛ. Я им говорю, вы что, с ума сошли? Я начал их ругать. Вы, говорю, вот это как, куда-то собрался, причем детей своих молодых, вот один у меня был. Я говорю, куда-то собрался, иди, какой у тебя великий халифат, какой СИГ, и в общем был какой-то... Я понял, что их можно объединить всех за одну неделю идеей великого халифата. Даже вот этих вот мирных, которые даже про это не думали, которые, когда я приехал, они у разу-то не держали пост свой, и в мечеть-то не ходили. А когда я уезжал, а то уже в 19-м году, все ходили в мечеть, и все у разу-то держали. У них происходит очень мощная такая исламизация населения. Даже вот за этот небольшой период времени я это видел, я могу это свидетельствовать. Но что было в 19-м году? Вот это у меня была даже какая-то растерянность, и даже испуг. Я понял, что может быть, и что нас ждет в будущем, как могут развиваться события. Но там в 19-м году была попытка покушения на президента. Там был замминистра обороны Назар Задай. Он, когда президент Таджикистана был с визитом в Китае, он на 8 КАМАЗах заезжает в воинскую часть, грузится, загружает оружие и едут в аэропорт для того, чтобы, когда возвращается президент, его прям с трапа вместе с его сопраждающим расстрелять и совершить военный переворот и объявить как бы исламское государство присоединившееся. Вот такие были планы. Оружие они как бы все это вывезли, но президент наши, по-моему, разведчики предупредили. И он прилетает на день раньше. И начинается стрельба там. Причем стрельба около нашего храма. Вот это между сторонниками Назар-Зады, вот этого мятежного генерала и правительством. Трупы валялись прямо около храма у нас. Там была перестрелка. Вот его потом ловили в Агдатском ущелье где-то еще неделю, неделю, по-моему, где-то или больше. Ну, где-то поймали, где-то, прям расстрелились с вертолета и в этом Назар-Заду. И все это подавили, подавили жесточайшим образом и приняли законы, которые запрещают вообще какое-то проявление вот этого фундаментализма исламского. Законы причем такие драконовские. Вот им запрещено было носить бороды. Какую-то маленькую щетинку. То есть тех, которые с бородами органы правительственные вылавливали, прям эти что-то, не то, что сбривали, а прям выдергивали эту бороду. Одного студента забили насмерть, который с бородой оказался. То есть такие жесткие, драконовские, тюрьмы тут же наполнили вот этими ваххабитами, те, которые как раз из ИГИЛа еще были связаны с ИГИЛом, там что-то еще воевали как раз с ИГИЛом, запретили партию исламского возрождения ПИФТ, которая была оппозиционерная и которая оппозиционная и которая у них по Конституции должна была быть, потому что это было как бы Конституция по договоренности. Когда мирное соглашение подписывали, когда заканчивалась гражданская война, было одно из условий, что будет из этого ПИФТ, партия исламского возрождения Таджикистана. Вот тут Имай Рахман запрещает ее глава в бегах, его не успели отловить, то есть он до сих пор где-то там бегает. То есть вот такие очень жесткие законы, запрещают потом со временем даже поминки, то есть даже вот такие обрядовые какие-то вещи и многочисленные свадьбы. Но это касалось уже больше даже из экономических соображений, потому что они столько денег тратили, бедные таджики, на эти свадьбы и на поминки, что брали кредит, потом не могли отдавать и у них там целая серия самоубийств была. Вот это они гайки закрутили очень сильно. У нас, к сожалению, этого нет. И ваххабитами они становятся, когда они приезжают сюда в Россию. Вот там они поднимают эту опасность, они очень жестко за этим следят. У них детям до 18 лет, ну или подросткам, юношам запрещено посещать мечеть. И вот в мечети они очень строго это контролируют, они отслеживают, действительно запрещено. Причем по этому закону и в церкви у нас дети не могут быть до 18 лет. И у нас тоже как бы это должно касаться. Но у нас они такие рейды не устраивали. Хотя в церкви в Таджикистане, да? В Таджикистане, в Узбекистане, кстати, тоже. Строго по закону христианам нельзя до 18 лет? Да, никто же христиан, вообще всем религиям. Это касается, в основном это касается мусульман. Потому что чтобы там не заражались радикализмом. Ничего себе. Это у них вот такой закон и он действует. Они следят. В Таджикистане, в Узбекистане, кстати, даже рейды бывают по нашим храмам. Потому что начинаются жалобы. А почему у нас вот православные? У них и дети ходят, и подростки. А у нас же причащаются. У нас же не просто ходят. Знаете, просто пришел, молитву послушал, да? Или там проповедь какую-то. Ты же причащаешься, тело и крови Христа. У нас без этого нельзя. Но к нам как-то они относились, особенно к нашей русской церкви, очень лояльно. Здесь у меня как-то нет никаких этих сомнений, претензий, ничего. Но, естественно, вот эти ограничения, которые касаются и мусульман, и вообще всех религий, они нас тоже касались. И мы как-то это понимали. И понимали ту опасность, которая будет, если там все разрешить. Я помню, один раз ко мне пришел француз. Там очень часто эти агенты ходят. Французы, англичане, американцы, которые там свое дело очень хорошо действуют, делают. Очень грамотно. Шпионы, кого только там нет. Ну и вот эти международные организации представляют они по свободе совести, религиозных исповеданий и так далее. И ко мне они частенько заходили. И после один раз пришел француз, и вот мы с ним разговариваем. Он говорит, а какой у них первый вопрос? Нет ли у вас на вас гонений? Нарушать ли ваши права? И так далее. Нет, у нас гонений нет, права не нарушать. Но вот такие вот ограничения здесь существуют. Вот у нас, если бы во Франции такое было, как здесь, у нас бы давно произошла революция. Я говорю, знаете, господин, какой-то, я уж не помню, я по визитку смотрю, как его зовут. Я поначалу тоже так думал. Думал, что же творят? Как же вот такие запреты? То есть, как же вот им бороду заставляют так вот бредить? И так все жестко с ними поступают. А потом я говорю, понял, что если у них сделать такие же свободы, как у вас во Франции, вот тогда здесь совершится революция. И такое уже было в начале 90-х годов, когда вот это неограниченные свободы, вот тогда революция. У них по-другому. Ислам — это религия покорности. Они понимают силу, они чувствуют только силу. И в узде их можно держать только силой. Поэтому не надо здесь со своими французскими этими самыми законами и со своим менталитетом пытаться что-то какой-то наводить порядок. Вот здесь устраиваю. И он как-то так призадумался. Я говорю, иначе вы сюда что, революцию приехали устраивать? Вот. То есть вот интересные тоже такие были у нас диалоги и с нашими партнерами западными. Владыка, ну, конечно, вы столько рассказали, что, в общем-то, не настолько получается там и спокойно, да, и есть некая напряженность. Но все-таки вот как таджики относятся к русским? И есть ли изменения в отношении к русским? Ну, скажем, было советское время, да, потом 91-й год, 90-е годы, сейчас, и вообще вот как, какое у них к нам отношение? Ну, даже начинать надо не с советского, а с царского времени, если так как будет правильно, да, когда там появились первые наши русские переселенцы, они из очень таких бедных районов России, там, с Поволжья, с Голодного, когда там были какие-то неурожаи, бежали туда, казалось, что там тепло, там юг, это касалось не только Таджикистана, конечно, Узбекистана, вообще всей Средней Азии, более плодородная какой-то и почва, и климат, вот, и местные принимали их с любовью, они им не дали просто умереть с голода, они там поселялись, им всячески поддержка была, и что наши первые вот эти переселенцы, конечно, они же все православные, им нужно обязательно был храм, когда вот соберется какая-нибудь небольшая общинка, храмы были войлочные, вообще войлочные, как палатки такие, а у священников в этих храмах не было, они просто, чтобы им где-то было собираться молиться, вот, потом появились храмы какие-то из омонного кирпича, такие вот, как мазанки, какие-то, тоже убогие, очень, я еще эти храмы застал, вот, они уже все практически разрушились, а вот, священников тоже вплоть до начала 19 века не могли обеспечить священниками, пока не появилось духовное семинарие в Алма-Ате верном, да, тогда, вот, удалось ее тогда открыть, вот, по-моему, Дмитрий Абашидзе, первый, который этим озаботился, вот, и первые храмы, вот, что удивительно, каменные храмы на территории современного Таджикистана и Узбекистана помогали строить мусульмане, мулы, вот, такие случаи, вот, у нас в Фуджанте первый храм построил, тоже мула принес деньги местному священнику, который, чтобы он построил храм, а в Чертике, это под Ташкентом, там сейчас монастырь мужской, вот, то вообще удивительный случай был, там был старост, просто не священник, который собирал деньги, вдруг к нему приходит сард, такой узбек, в Чепане, с такой, это самое, на голове, вот это у него накрученная, это самое, такая тоже блестящая, с горящими глазами, этот испугался, ну, все, пришел, мой смертный час, все, уже с жизнью прощался, тот достает мешочек с золотыми, говорит, вот тебе построить русскую мечеть, русский, это же самое, русскую мечеть строить, русский храм. И вот таким образом строились первые каменные храмы, то есть строили, помогали мусульмане, и у них это считается добродетелью, помогать христианам строить храмы, вот у нас этого, нам такого нету христиан, да, а у них, да, хотя у нас Николай II тоже был устроен в мечети, первую, вот это, в Российской империи, он понимал эту политику, была очень мудрая политика, но даже, но с другой стороны, был и перекос тоже, потому что запрещалось в царское время со стороны уже правительства всякое миссионерство в Средней Азии, вот не просто такой низкий процент был, это было запрещено, это не то, что не упрощался, это даже запрещалось, вот на какое отличие Россия от всех этих колонизаторов, да, от испанцев, от гличан особенно, да, от европейцев, которые, как это самое, колонизировали Америку, Индию, Африку, как там все это насаждалось, да, и как там искоренялось местные обычаи, здесь, наоборот, очень крепетно относились именно к местной культуре и к местной религии особенно, даже запретили в Киргизию отправляться православным миссионерам, Киргизию сделали, она же была языческой страной, там ислама-то не было, ислам там в 19 веке только появился, и там запретили нашим проповедникам, это самое, распространять христианскую веру, там запустили мусульманских проповедников, они исламизировали Киргизию, Киргизия молодой, молодой ислам, для того, чтобы в этом регионе не было религиозной напряженности, вот как действовало царское правительство, иногда может даже слишком осторожно, но таким образом избегали конфликты на религиозной почве, в советское время, конечно, все страдали, и христиане, и мусульмане, то есть все рушилось, все закрывалось, все запрещалось, потом дали вот эту свободу, но опять же этой свободой в исламском мире воспользовались радикалы, и у них вот эта большая опасность, что распространение радикализма, а почему? А потому что невежество, потому что нет образованных мусульман, потому что так же, как у нас тоже это была проблема, когда у нас открыли церкви в конце 80-х, кончились гони в начале 90-х, а у нас нет образованного духовенства, и у нас руку полагали водителей, строителей, совершенно не образованных, которых не было богословского образования. Там еще острее эта проблема стоит, потому что из-за этого невежества тут же внедряются вот эти радикальные ислам, политические ислам, и он сбивает их. А я им говорил всегда, когда я выступал на конференциях с докладами в Комитете по делам религии на этих же анонских чтениях, на наших, я всегда проводил такую мысль, что и традиционные отношения здесь, в Средней Азии, у вас, христиан, и ислам было вот такое. Первые мечети строили, первые храмы строили у нас, помогали строить мусульмане. Я им приводил даже пример фирман пророка Мухаммеда, данный синайским монахом. Известный такой документ, который, там, рука самого Мухаммеда, он же безграмотный был, и прописано, как мусульмане должны относиться к христианам, что они должны помогать строить храмы, не должны сгонять епископ с кафедры, не должны рушить храмы, защищать священников и монахов, и всячески помогать в исламском государстве. То есть, христиане должны себя чувствовать очень комфортно, что это люди, книги, и так далее. Вот это все, я прямо перечислял, а для них это было откровение. У меня был один доклад, и вообще эти грамоты пророка Мухаммеда данные христианам, там их 6 насчитываются эти грамоты. Ученые, конечно, спорят о достоверности и так далее. У меня тогда, как бы я не застрял на этом вопрос, мне нужно было изложить суть. И так даже получилось, после этого доклада для них это было откровением, они потом перевели таджикский язык и в своем журнале опубликовали под своим именем. Я был очень доволен. Пусть все прочитают, пусть они это надо говорить и объяснять им, как традиционно строились отношения традиционного ислама, который там был много веков, и христиан. А сейчас, конечно, за этот советский период искоренили не только христианство, искоренили и ислам традиционный. И молодежь сейчас находится в такой зоне риска и становится ваххабитами. Они здесь, в России, здесь их вербуют. Здесь у нас эта политика не очень налажена. А когда мы пытаемся ее наладить, какими-то сейчас драконовскими методами, запрещениями, это тоже неправильно. Зачем мы себе нажимаем врагов? Нам Восток не враг. Еще Александр Невский говорил, ищите друзей на Востоке. Я очень хорошо этому бьюсь. Это очень дружественные для нас народы. Особенно глубин, вот это простой народ. Это касается вообще всего, даже и арабского, исламского мира, всего Востока, Большого Востока, и Ближнего, и Дальнего Востока. Они нам очень дружественны, и нам не надо этой дружбой пренебрегать, и мы все время к ним относились почему-то пренебрежительно. Это очень неправильно, что мы так относимся к ним. Вот у меня даже сестра, она тоже там пожила вместе со мной, то есть она вот в этой культуре приобщилась, пообщалась с таджиками, которые имеют древнейшую цивилизацию, богатейшую культуру. Когда мы дикарями бегали по лесам, у них уже была богатейшая культура, персидская. У них были и Руми, и Фердоуси, и Рудакия, когда у нас еще никого не было. Понимаете? То есть им есть чем гордиться. И у них это в крови, вот это как бы культура речи, а образность выражений. У меня был обычный дворник, сторож, сосед мой, Рамазан. Из советского времени советская армия еще служила такой, говорил по-русски очень так хорошо, живо. И знаете, как у него была речь? Вот я жалко, я говорю, слушай, Рамазан, тебе надо просто записывать на диктофон, потому что настолько она образная, настолько она яркая, с восточным каким-то колоритом, обычный просто таджик. Он говорил так художественно. Понимаете? И вот у них, когда берут интервью, даже вот смотришь иногда их телевидение, я по-таджикски-то не понимаю, но вот стоит обычный таджик, даже вот в своем халате в каком-то, да, из какого-то кишлака, дед, вот, и он может говорить 15 минут, не замолкая, у нас, попробуй кого-нибудь, возьми интервью. У нас же двух слов связать не могут, наши, у нас нет этого, а у них это в крови. И я видел, как они красиво говорят, как они, даже вот эти вот мулы, про которых я говорю, которые хвалят, например, президент, они стихами его хвалят. А это культура, это культура, которая генетически у них присутствует. Поэтому ни в коем случае нам нельзя их уничижать. Вот ничем мы перед ними не превозносимся, ничем мы перед ними как бы не выше. Наша культура, да, там, золотого века, там, или серебряного века, да, потому что только что она недавняя. Но у них тоже может это все расцвести. Они просто исторически, может быть, не повезло. Кто только их не порабощал. И Тингисхан, там, и тот же Тамерлан, который просто в порошоках стирал. Сколько было войн, сколько у них было несчастья и скорби, когда их уничтожали почти что подчистую. Вот это тоже надо понимать, почему они в такой упадок пришли. Но народ очень, очень добрый. И вот я случай привожу, неоднократно я его приводил. Это не я, как бы был свидетелем этого случая. Я слышал это тоже по радио Радонежу, по-моему, не помню. По-моему, по Радонежу. Говорил обычно какая-то наша прихожанка, женщина, рассказывала, как она шла из салона красоты с маникюром, с прической, как она на празднику готовилась, и подходит к своему подъезду и видит, там соседи стоят, собрались, и лежит пьяный мужчина. И не знает, вообще живой, не живой. Пьяный, просто вот видно, что он пьяный. И все не знают, что с ним делать, как поступать. Они говорят, а вот она в церковь ходит. Они знают, что она в церковь ходит. Вот пусть, давай занимайся ним, типа того. Ты обязана творить дела, благо эти самые добрые дела. А она говорит, а я со своим маникюром я дотронусь до него, как мне неприятно. И вдруг оказывается, какой-то таджик наш, говорит, Ваня мы его звали. Одни, конечно, никакой он не Ваня. Ой, дайте я сейчас посмотрю, тут же говорит, он говорит, ты что там, живой, не живой? О, говорит, живой, дышит. Надо у него найти мобильный телефон. Они напряглись. Не, зачем надо? Думаешь, может, хочет украсть или еще что-то? Нет, я хочу посмотреть контакты, чтобы позвонить каким-то родственникам, узнать, кто чего. Действительно, хоть телефон, находят контакты. И вот этот таджик, мусульманин, взваливает этого пьяного мужика себе на плечо со словами «Аллах велел всем помогать». И несет его по указанному адресу. Дозвонился он его сестре. Оказывается, что этот мужчина, ученый, кандидат наук, у которого в этот день похоронил свою жену и с горя напился. Потом он его нашел, этого таджика, во дворе, и говорит ему, я, говорит, раньше к вам плохо относился, как не очень хорошо, но сейчас, говорит, я вас уважаю, отблагодарил его, денежку ему дал, я тебя очень благодарю. Но, говорит, и потом, говорит, а потом, говорит, через какое-то время его брат, этого таджика, встречает ее во дворе, ту женщину. Помнишь, вот моего брата Ваню? Знаешь, что с ним случилось? Говорит, нет, говорит. Он, говорит, когда он вернулся в Душамбы, гулял в парке. И там эти самые, какие-то его же соплеменники, да, земляки, пристали к девушке в парке. Вот. Он ее защитил, они его убили, зарезали. Вот вы пойти, и вот назови-то этого таджика, что он не христианин, что это не милосердный самарянин. Вот как он поступил, то есть он мусульманин, берет русского пьяного мужика, взваливает к себе на плечо и несет его. А мы вот так, а мы будем гнушаться, мы, по-моему, а сейчас в Питере недавно был случай, не пьяный, в обморок упал с сахарным диабетом, в больнице прям. Это в регистратуре, сид женщина посмотрела на него, и никто не подошел, не оказал помощь. Такие же больные пришли на прием. А он лежит. Это был упьющий случай, не пьяный мужик. Вот, пожалуйста, наш. И вот эти таджики. И у них вот это есть. У них это есть, и у них это повсеместно распространено. Они в этом отношении лучше, отзывчивее нас. Потому что у них древняя культура. У них какое гостеприимство потрясающее. Они тебе последнее отдадут. Вот приезжаешь там в Кишлак, бедный. Они же там есть до сих пор места, где они не едят ни мяса, ничего. Они едят только лепешку с хлебом. Причем эта лепешка, вот у них уже, она грязными-грязными руками. Вот приходит таджичик, старый уже, такая беззубая, грязными руками отламывает тебе, щербатым ртом своим улыбается, и протягивает тебе вот эту лепешку, на, вот ешь. А наши начинают брезговать иногда. Как это с таких вот рук взять? А это же благословение Божие. Да, Владыка, видно, что вы полностью погрузились в это служение среди таджиков, да, и даже вот сердечно в каком-то смысле связаны с той атмосферой Душанбинской епархии. Ну, вот, может быть, у нас, видите, конечно, не так много времени, а видно, что вы можете бесконечно про Таджикистан рассказать. Все-таки хотелось еще такой последний вопрос задать. Конечно, отчасти вот вы на него отвечали, но насколько все-таки возможно кого-то из таджиков обратить ко Христу, чтобы вот он именно принял крещение в православной вере. Я вот просто помню, когда еще был студентом Московской Духовной Академии, то посещал в Сергиево Посаде следственный изолятор, и там мы беседовали с малолетними заключенными, ну, как там, подростки, некоторые уже более старшего подросткового возраста, и один из них был таджик, как раз, звали его Хуршет, он был родом из Ленинабада, по-моему. И Хуршант сейчас, ага. И вот он захотел принять крещение, но тюремное руководство было против, потому что говорили, что когда он вернется домой, то его там просто убьют. Но это был еще конец 90-х годов. И даже вот в лавре как-то они, отцы, сомневались, но все-таки, а он именно хотел, вот нет, хотел принять крещение, и в конечном итоге разрешили ему креститься, я присутствовал при его крещении, его крестили с именем Харитон. причем я помню, что некоторые вот русские заключенные, да, они не очень серьезно относились к таинству крещения, по ходу чинопоследования немножко хихикали, а вот он очень серьезный, даже лицо у него после крещения было такое действительно просветленное, как вот новое лицо, не знаю его дальнейшей судьбы, но насколько все-таки действительно возможно таджикам проповедовать христианскую веру, говорить о Христе, крестить их и да, вот как вот нам быть в этом отношении? Ну вот я просто расскажу тебе про этого Харитода, потому что я знаю его дальнейшей судьбой. Это бобж-алкоголик, который ходил вот мимо этого дома, где мы с тобой сидим каждый день, очень любил меня, он знал, что я в Таджикистане, я ему помогал, мы его кормили, мы его как-то ему помогали, но он опустился, он спился, он как бы это самое. Вот такая судьба, в основном, и кто хотят креститься из Таджиков? Вот такие будут креститься. К нам приходили те, которые пьют, которые уже изгои общества, и им уже это не страшно. Вот. Нормальных практически нет. И все наши как бы усилия должны быть про то, что я начал. Мы должны их просвещать культурой, мы должны погружать в культуру, мы должны, как вот Иоанн Прететти, да, подготовил учеников к Христу. Вот так и наши сейчас задачи, и причем эта задача стоит еще с середины девятнадцатого века, все советское время, когда мы прививали культуру нашу им, и нынешнее то же время, именно быть вот таким, как бы, Иоанном Прететти, там, сглаживают вот эти вот горы, холмы, подготавливать почву. И потом на эту почву, уже когда придет время, вот когда придет время, когда исламский мир, а есть такие пророчества, будет обращаться ко Христу. Вот это все сработает. Пока мы сейчас должны трудиться на почве вот этой культурной. Не надо сейчас пытаться их вот крестить вот так вот, вот его покрестили, вот этот Харитошко ходил тут у нас, это самое, он, не знаю, сейчас почти пропал, не умерли, вот он, я не знаю, что с ним случилось. Он прям здесь ходил? Прямо здесь он ходил, валялся у нас все время пьяный вот здесь прям под дверью. Ну, Господь его все-таки не напрасно сюда доправлял. Давайте, просто это, это случай так вот всем, у нас тоже такие были, тоже пьяница какой-нибудь, который вот его все гонит, а ему где-то надо пристроиться, еще может денежку какую-то церковь заплатит. Я вот покрещусь. Вот такие, да, вот такие случаи, не широко распространены, но распространены. Вот, вот какого-то массового крещения там уж, тем более в тех странах нам ожидать не надо. Здесь, да, здесь, когда они более погружены в нашу культуру, когда они соприкасаются как бы с церковью, бывает напрямую, и когда у них нет угрозы от их соотечественников, когда они живут где-то, вот, например, отдельно, вот, такие общины здесь есть. И в Москве, кстати, есть целые общины, храмы, я это знаю, именно стоящие, чисто из таджиков, из представителей Таджикистана, то есть они принимают здесь крещение, здесь можно над этим работать, но тоже особо как-то не обольщаться, то есть такого массового крещения пока нам ожидать не надо, но обязательно нужно над этим работать, вот, вот этот проект, вот этой славяно-персидской школы, вот, открывать ту земные школы, приобщать школу к нашей культуре, а культура наша, как вы знаете, помните, Михаил Михайлович Дунаев у нас был, царство ему небесное, покойный пребыватель, наш любимый, он говорил, что такое русская культура, это как соленый раствор, вот, православие, соленый раствор православия, туда какие огурцы попадают, они все просаливаются, вот так же у нас, то есть кто приобщается к русской культуре, они становятся солеными огурцами, а я вот это как бы, причем, знаете, говорил Михаил Михайлович, я говорю, жалко, что это не мое сравнение, так вот, бывает, что он у кого-то процитировал, жалко, что это не я, это придумал, а я эту аналогию продлил дальше, сравнивая западная культура, а там маринад, там уксус, в котором бывает все живое, а у нас все-таки это вот заквашенное все, ферментированное, то есть полезное, то есть вот такое православие, и вот нам нужно тоже вот эти вот огурцы, свежие, всех народов, погружать в наш соленый раствор, в нашу русскую культуру, потому что это, как бы, удобоваримые пищи для них, это как бы, через это посредство, мы можем их потом привести уже ко Христу не непосредственно, а опосредованно, через культуру, это правильный путь, этот путь, который нам как бы завещали даже наши миссионеры тоже, тоже, например, Казанской духовной академии, еще дореволюционной, они нам так и говорили, что вот именно так надо действовать, и что не нужно вступать с мусульманами в открытый богословский спор, потому что даже если ты в нем победишь, ты проиграешь, здесь нужно действовать очень мудро, очень тонко и с очень большой любовью, они, знаете, на что обращают внимание у нас? Не на нашу веру, не на наши, как бы, эти самые догматы, которые их смущают и которые мы объяснить не можем им, для них понятно, потому что они очень глубокие и невыразимые, необъяснимые, а их поражает, когда мы творим добрые дела, дела милосердия, когда мы оказываемся добрее их и милосерднее их. У них есть свои тоже какие-то столпы ислама, в том числе вот это милостынь, которую нужно творить, отношение к ближнему, такое любовное. Вот когда они видят от нас любовь, милостыню, мир, который ни с чем не спутаешь, вот тогда они начинают задумываться. Вот мы когда развернули социальную деятельность, очень такую мощную, в Таджикистане, всех кормили, там одежду раздавали бесплатно, помогали нашим бабушкам, и таджиков тоже кормили. Вот у меня преподаватель таджикского языка, была как раз доктор филологии, специалист по Фердоуси, у нее отец ведущий специалист по Фердоуси, Фарангис, замечательная женщина, умнейшая, интеллигентнейшая и очень религиозная, мусульманка она такая. Мы с ней даже до сих пор все дружим, поддерживаем отношения. И она когда видела, что у нас происходит, вот она приходила, таджикский язык нам преподавала, как массово мы помогаем, она говорит, как же хорошо, как вы делаете вашу русскую церковь. У нас такого, к сожалению, нет. У них только когда уроза, они тогда могут сделать дело благотворительности, у них это обязательство. А с чем всего год нет. А у нас каждое воскресенье, даже чаще было. Вот это их поражает и как-то оно не заставит их, конечно, принять христианство, но они хотя бы расположатся к христианству. А некоторые, может быть, даже потом и примут. Вот этим мы должны поражать. А что у нас получалось начиная с XIX века? Опять вот я сейчас негатива вам немножко подпущу. Когда приехали эти миссионеры, выпускники той же Казанской духовной академии, Астраумов такой там был очень знаменитый, сейчас Астраумовские чтения в Ташкенте проходят. Тоже как бы миссионерство, обращать этих сартов местных, местное население, христианство. Он приезжает, смотрит, какие там русские. Мужики валяются пьяными по каналам. И он понял, что здесь бесполезно, проповедовать христианство. Вот они смотрят, что ваши христиане пьяные, значит, у вас вера неправильная. И он стал открывать, что? Туземные школы. Он стал изучать местные наречия. И первую школу именно он открывал. Его там величайшая заслуга. Открыл первые печатные здания, газету, набрал себе сотрудников уже из местных, узбеков или сартов. Выучил все эти языки и стал развивать культуру. Вот этот путь, по которому мы должны двигаться. Вот уже который раз я сегодня повторяю вам это. Благодарим вас, дорогой Владыка, за такой прекрасный, удивительный рассказ. И все мы так вот погрузились в атмосферу Таджикистана и в те условия, при которых старались вы донести православную культуру до местных жителей. дорогие братья и сестры. Напоминаем, что с нами беседовал епископ Петерим, епископ Скопинский Ишацкий. Да, Владыка, очень надеемся, что вы с нами еще будете беседовать на какие-то духовные темы, тоже рассказывать про опыт своего епископского служения. И надеемся, что благодаря вашим наставлениям наши зрители будут менять свое отношение к таджикам, относиться к ним не свысока, а все-таки по-доброму, потому что только через такое доброе отношение их можно располагать к Евангелию, ко Христу и вообще к русской культуре. Спасибо, отец Валерий. Ну, а под конец я хочу тебя угостить по-восточному, по-таджикски, налить тебе чая половину чашки, как там положено, не до конца, потому что когда до конца наливаешь, ты их обидишь. Значит, ты хочешь, чтобы гость ушел. А я не хочу, чтобы ты уходил, поэтому я тебе сейчас пол чашки налью, даже повеньше. Спасибо. И мы сейчас с тобой по-восточному посидим, как положено, за чашкой чая. Спасибо. И потом я должен несколько раз тебе это подлить, выказывая уважение своему гостю, потому что гостеприимство восточное, оно, конечно, бесподобное. Благодарим вас, Владик. Продолжение следует...